Часть вторая. Обычаи страны. Самолет вырулил с темного поля на взлетную дорожку, очерченную двумя полосками огней, сверкавших как алмазы. Здесь он остановился, и его двигатель, увеличивая число оборотов, заревел так, что все косточки металлического тела самолета протестующе заскрижетали. Потом он неожиданно рванулся вперед. Остались позади полоски огней, и мы вдруг оказались в воздухе. Словно подвыпившая ласточка, самолет покачивался с крыла на крыло. Подо мной в теплой ночи лежал Буэнос-Айрес, похожий на шахматную доску, украшенную многоцветными звездами. Я отстегнул предстяжной ремень, закурил сигарету и откинулся на спинку кресла в настроении после прощальной рюмки, весьма благодушном. Наконец-то я на пути к месту, которое мне уже давно хотелось посетить, к месту с волшебным названием «Жужуй». Когда мы вернулись с юга, начали сказываться последствия автомобильной катастрофы, в которую мы попали вскоре после прибытия в Аргентину. В этой катастрофе больше всех пострадала Джеки, и теперь от ужасной тряски на патагонских дорогах и от суровых условий, в котором нам пришлось жить, у нее начались невыносимые головные боли. Было ясно, что продолжать путешествие она не может, и мы решили отправить ее обратно в Англию. Неделю тому назад она уехала. И завершать путешествие остались мы с Софией. И вот пока София хлопочет в нашей маленькой вилле и прислуживает животным, которыми битком набить сад, я уезжаю в «Жужуй», чтобы пополнить там свою коллекцию. «Самолет гудел в ночи, а я дремал в кресле и старался освежить в памяти свои ничтожно-скудные сведения о «Жужуе». Это северо-западной провинции Аргентины. С одной стороны она граничит с Боливией, а с другой — с Чили. Место это любопытно по многим причинам, но главным образом потому, что оно похоже на язык тропиков, выснутый в Аргентину. С одной стороны этого языка высятся горы Боливии, а с другой — простирается знаменитая иссохшая провинция Сальто, а посередине находится район Жужуя, поросший буйной тропической растительностью, с которой не идет ни в какое сравнение все, что растет в Парагвае или Южной Бразилии. Я знал, что здесь можно найти тех восхитительных тропических животных, которые обитают только на подступах к пампе. С мыслями об этих великолепных животных я крепко заснул. Мне снилось, будто я набрасываю лассо на ужасно злого ягуара, когда, третя за руку, меня разбудила стюардесса. Должно быть, мы прибыли в какое-то богом забытое селение, и всем пассажирам пришлось выйти, пока самолет заправляли горючим. Самолет никогда не был моим любимым средством передвижения, за исключением очень маленьких аэропланчиков, на которых действительно чувствуешь, что летишь. И мне нисколько не улыбалось возвращаться в два часа ночи из крепкого сна к действительности и торчать в маленьком баре, где кроме тепловатого кофе не могут предложить ничего возбуждающего. Как только нам разрешили войти в самолет, я устроился в своем кресле и попытался уснуть. И почти тотчас вскочил, потому что на мою руку опустился груз весом, как мне показалось, не менее десяти тонн. Я с трудом высвободил руку, прежде чем она расплющилась, и попытался разглядеть, что бы это могло быть. Но сделать это мне не удалось, потому что салон освещался лампочками, похожими на светлячков, страдающих злокачественной анемией. Я увидел только, что соседнее место, раньше милосердно пустовавшее, теперь было затоплено, иначе не скажешь. Женщиной колоссальных размеров. Тем частям своего тела, которые не поместились в кресле, женщина великодушно позволила перелиться в мое. «Буэнос-нохес», ласково сказала она, распространяя кругом запах пота. «Буэнос-нохес», пробормотал я, быстро закрыв глаза, чтобы положить конец разговору, и затолкался в пространство, оставшееся свободным в моем кресле. К счастью, после обмена любезностями, моя спутница стала заниматься приготовлениями ко сну, так громко ворча, ворочаясь и вздыхая, что я невольно вспомнил морских слонов. Вскоре она, вздрагивая и бормоча, стала засыпать, и затем раздался протяжный и оригинальный храп, который звучал так, словно кто-то непрестанно катал маленькую картофелину по рифленой крыше. Скорее убаюканный, чем потревоженный этими звуками, я и сам уснул. Когда я проснулся, было светло, и я стал тайком разглядывать свою еще спящую спутницу. Это была, сказал бы я, великолепная женщина, великолепная всеми своими ста тридцатью килограммами, своей пышной формы она облегла в желто-зеленое шелковое платье. Она носила красные туфли, которые теперь свалились и лежали неподалеку. Ее черные блестящие волосы были тщательно выложены мелкими кудряшками на лбу, и все это венчала соломенная шляпа, которой, казалось, прицепили не менее половины всех фруктов и овощей, произведенных в Аргентине. Это потрясающее сельскохозяйственное сооружение за ночь съехало на один глаз, и вид у женщины был очень лихой. Ее круглое в ямочках лицо было отделено от обширной груди каскадом подбородков. Руки она скромно сложила на коленях, и хотя эти руки покраснели и погрубели от работы, они были маленькие и красивые, как у многих полных людей. Под моим взглядом она вдруг вздрогнув, глубоко вздохнула, открыла большие темные фиалковые глаза и огляделась с отсутствующим выражением только что проснувшегося ребенка. Потом она остановила свое внимание на мне, и ее все в ямочках лицо расплылось в широкой улыбке. «Буэнос дес, сеньор», сказала она. «Буэнос дес, сеньора», откликнулся я. Откуда-то из-под сиденья она выхватила сумочку величиной с небольшой сундук и принялась искоренять ущерб, нанесенный ночным сном ее лицу. Насколько я мог судить, ущерб был невелик, потому что кожа ее лица была гладкой, как лепесток магнолии. Убедившись наконец, что теперь она не подведет свой пол, женщина отложила сумочку, поудобнее втиснула в кресло свое большое тело и обратила на меня взор блестящих добрых глаз. В моем заклиненном положении бежать было невозможно. «Куда вы едете, сеньор?» спросила она. «В Жужуй», ответил я. «О, Жужуй», сказала она, широко раскрыв темные глаза и подняв брови, словно Жужуй был самым интересным и желанным местом на свете. «Вы немец?» спросила она. «Нет, англичанин». «О, англичанин», произнесла она удивленно и восхищенно, словно в том, что я англичанин, было нечто действительно особенное. Я почувствовал, что наступила пора принять более деятельное участие в разговоре. «Я совсем не говорю по-испански», пояснил я, «только самую малость». «Но вы говорите красиво», сказала она, похлопывая меня по колену, а потом добавила, «я буду говорить медленно, чтобы вы могли понимать». Я вздохнул и отдал себя в руки судьбы. Единственный выход, который у меня оставался, это выпрыгнуть в окошко слева. Выяснив, что мои познания в испанском ограничены, она пришла к заключению, что я лучше пойму ее, если она будет кричать. Вскоре весь самолет был в курсе наших секретов. Как оказалось, ее звали Роза Лилипампила, и направлялась она в сальто навестить женатого сына. Они не виделись три года, и встреча обещала быть очень горячей. К тому же, она впервые путешествовала самолетом и радовалась этому, как ребенок. Она то и дело прерывала свой разговор пронзительными криками, от которых более нервные пассажиры сдрагивали, и наваливалась на меня грудью, чтобы посмотреть в окно на достопримечательности, проплывавшие внизу. Несколько раз я ей предлагал поменяться местами, но она не хотела и слышать об этом. Когда стюардесса принесла утренний кофе, она стала шарить у себя в сумочке, чтобы заплатить, и узнав, что угощение бесплатное, обрадовалась так, словно благожелательная авиакомпания предлагала ей не мутную жидкость в довольно грязном бумажном стаканчике, а целую бутылку шампанского. Вскоре загорелись красные лампочки, мы приземлялись для заправки еще в каком-то безвестном городке. Я стал помогать своей спутнице застегивать на ее непомерной талии привезной ремень. Это была трудная задача, и веселые взвизгивания женщины разносились по всему салону, отражаясь эхом от стен. Вот видите, задыхаясь, сказала она между двумя приступами смеха, родившись терых и имея хороший аппетит, трудно уследить за своей талией. Наконец, когда самолет коснулся колесами земли, нам удалось застегнуть пояс. Мы сошли на гудрон, одеревеневшие и измятые, и я увидел, что моя подружка передвигается грациозно и легко, как облачко. Она, видимо, решила занести меня в список своих побед, и мне ничего не оставалось сделать, как только учтиво стармодным жестом предложить ей пройтись. Она с кокетливой улыбкой взяла меня под руку. Прильнув друг к другу, как двое влюбленных, мы направились к неизбежному маленькому кафе и туалетам, служившим украшением аэропорта. Здесь моя подружка, похлопав меня по руке, сказала, что она ненадолго и поплыла к двери с надписью «Для сеньор». Сквозь дверь она протиснулась с трудом. Я воспользовался передышкой, чтобы осмотреть большой куст, росший рядом с кафе. Он был высотой со среднюю древовидную гортензию, и все же на его ветках я уже после беглого изучения обнаружил 15 видов насекомых и 5 видов пауков. Это значило, что тропики уже близко. Потом я заметил своего очень старого друга Богомола, присевшего на листе, покачиваясь из стороны в сторону, он смотрел на меня светлыми злыми глазками. Я снял его с листа, и он горделиво зашагал вверх по рукаву моего пиджака. Тут вернулась моя подружка. Увидев это маленькое существо, она подняла такой визг, что при попутном ветре его можно было бы услышать в Буэнос-Айресе, но, к моему удивлению, она визжала не от страха. Это был восторг от встречи со старым знакомым. «О, это чертова лошадка!» возбужденно воскликнула она. «В детстве мы часто играли с ними». Это меня заинтересовало, потому что в Греции, еще ребенком, я тоже играл с богомолами, и местные жители тоже называли это насекомое чертовой лошадкой. Минут десять мы играли с насекомым, заставляя его бегать вверх, я вниз по рукавам, и так неумеренно веселили, что все остальные пассажиры явно стали сомневаться, в здравом ли мы уме. Потом мы посадили богомола обратно на его куст и отправились выпить кофе. Но тут пришел служащий, и, виновата, разводя руками, сообщил нам, что полет откладывается на два часа. Пассажиры стали возмущаться, но служащий добавил, что в нашем распоряжении есть автобус авиакомпании, который отвезет нас в город, и там в гостинице авиакомпания за свой счет угостит нас всем, что мы только пожелаем. Моя подружка была в восторге. Какая щедрость, какая доброта! Мы с грохотом покатили в автобусе по пыльной дороге в город, и там остановились у отеля, имевшего любопытный викторианский вид. Внутри гостиница была так пышно разукрашена, что мою подругу вновь охватил восторг. Там были громадные коричневые колонны из искусственного мрамора, множество кадок с жалкими пальмами, толпы официантов, у которых был вид послов на отдыхе, и своеобразная мозаика столиков, раскинувшихся по-видимому до самого горизонта. Моя подружка крепко держалась за мою руку, когда я вел ее к столику. Все это великолепие казалось лишил ее дара речи. Я запиная сделал по-испански щедрый заказ одному из послов, который не брился, наверное, с тех пор, как последний раз отправлял свои официальные обязанности, и уселся поудобнее, чтобы в волю насладиться едой. Под влиянием пяти больших чашек кофе со сливками, тарелки горячих медиаунас с маслом, покрепленных пятью пирожными и полфунтом винограда. Моя подружка перестала относиться к этому заведению благоговейно, и даже сама приказала какому-то послу принести пустую тарелку, чтобы было куда сплевывать виноградные косточки. Присыщенные бесплатным угощением, мы пошли к автобусу. Шофер сидел на крыле и мрачно ковырял в зубах зубочисткой. Мы спросили, нельзя ли нам теперь вернуться в аэропорт? Он взглянул на нас с явным отвращением. «Через полчаса», сказал он, и вернулся к раскопкам в дупле коренного зуба, явно надеясь найти там богатые залежи полезных ископаемых и, возможно, даже урана. Чтобы как-то убить время, мы пошли прогуляться по городу. Она была рада возможности играть роль гида при настоящем иностранце, и в городе не осталось ничего такого, чего бы она мне не показала и не объяснила. Это обувной магазин. Видите, на витрине ботинки, чтобы ни у кого не осталось в тени сомнений о том, что это обувной магазин. Это сад, в котором выращивают цветы. Это осел. Видите, вон там животное, привязанное к дереву. О, а вот это аптека, где покупают лекарства, когда кому-нибудь не здоровится. загородив с собой весь тротуар и не обращая внимания на протесты горожан, она упрямо стояла перед витриной аптеки и так живописно изображала страдания больного, что я испугался, как бы кто действительно не вызвал карету скорой помощи. В целом наша прогулка проходила очень успешно. Я даже пожалел, что пришлось вернуться к автобусу и уехать обратно в аэропорт. В самолете перед нами снова встала геркулесова задача прикрепить мою подружку к креслу, а потом уже в воздухе развязать ее. Но это была последняя фаза нашего совместного путешествия. До сих пор местность, над которой мы пролетали, была типичной пампой с группками небольших холмов кое-где, но в основном плоской и невыразительной. Теперь холмы стали попадаться все чаще и чаще и становились все выше и выше, а их склоны были покрыты кустарниками и гигантскими кактусами, похожими на громадные сюрреалистические канделябры. А потом начались воздушные ямы. первая оказалась довольно большой, и пока самолет падал, у меня было такое ощущение, будто желудок отделился от тела и парит в футах в ста над головой. Моя подруга, которую яма застала на середине какой-то запутанной и для меня совершенно невразумительной истории, случившейся с ее дальней родственницей, широко открыла рот и так пронзительно закричала, что весь самолет пришел замешательство. Потом к моему облегчению она залилась счастливым смехом. Что это было? спросила она меня. При своих ограниченных знаниях испанского языка я сделал все возможное, чтобы объяснить тайну воздушных ям. И в основном мне это удалось. Она потеряла всякий интерес к истории с родственницей и стала нетерпеливо ждать новой воздушной ямы, чтобы полностью насладиться ею, ибо, как она объяснила, к первой она не была подготовлена. Вскоре она была вознаграждена прекрасной воздушной ямой и приветствовала ее восторженным визгом и взрывом довольного смеха. Она вела себя как ребенок, катающийся на ярмарке с американских гор и считала все это особой услугой, которую авиакомпания оказывала ей ради ее увеселение, чем-то вроде только что съеденного завтрака. Остальные пассажиры, по моим наблюдениям, не испытывали такого удовольствия. Они сердито смотрели на мою толстую соседку и лица их с каждой минутой становились все более зелеными. Теперь мы летели над совсем высокими холмами и самолет то падал, то взмывал вверх, словно потерявший управление лифт. Человек, сидевший по ту сторону прохода, стал зеленым до такой степени, до какой, по моим прежним представлениям, человеческая кожа доходить не могла. Моя соседка тоже заметила это, и стало само сострадание. Она наклонилась к нему. «Вам плохо, сеньор?» спросила она. Он молча кивнул. «Ого, бедняжка!» сказала она, покопавшись в своей сумке и вытащив огромный пакет с липкими и пряными леденцами. Они очень хорошо помогают от болезни, угощайтесь. Бедняга взглянул на ужасную слипшуюся массу в бумажном пакете и отчаянно замотал головой. Дама пожала плечами и с жалостью посмотрела на него. Потом она кинула себе в рот три конфеты и стала энергично и громко сосать их. И тут она вдруг заметила то, чего прежде ускользало от взгляда ее зорких глаз. Пакет из оберточной бумаги, засунутый в карман на спинке кресла впереди нас. Она вытащила его и заглянула внутрь, по-видимому, надеясь найти там еще один щедрый подарок доброй авиакомпании. Увидев, что пакет пуст, она подняла на меня озадаченный взгляд. «Для чего это?» шепотом спросила она. «Я объяснил». Она подняла пакет и быстро окинула его взглядом. «Ну, сказала она, подумав, если бы мне стало нехорошо, то потребовалось бы что-нибудь повместительнее». Человек, сидевший по ту сторону прохода, бросил взгляд на ее объемистые формы и на маленький бумажный пакетик. Слова ее вызвали в его воображении такую картину, которую он уже не мог вынести, и круто нырнув за собственным пакетиком, он зарылся в него лицом. Когда в конце концов самолет сел и мы вышли, у всех пассажиров, кроме моей соседки и меня, был такой вид, словно они только что испытали на себе свирепую силу урагана. Вестибюле аэропорта ее ожидал сын, человек с приятным лицом и по объему точная копия своей матери. Пронзительно крича, они заколыхались навстречу друг другу и обнялись со всего размаху так, что заходили ходуном и жирные телеса. Когда они кончили обниматься, я был представлен и осыпан благодарностями за заботу о своей попутчице. Шофера, который должен был меня встретить, на месте не оказалось, и вся семья Лилли Пампела, сын, жена, трое детей и бабушка, стали рыскать по всему аэропорту, словно гонщие, пока не нашли его. Они проводили меня до машины, обнимали, приглашали посетить их во что бы то ни стало, когда я буду в сальте, и долго стояли, солидные, толстые, улыбаясь и махая руками вслед моей машине, которая увозила меня в Калилегуа, туда, где мне предстояло жить. Доброта аргентинцев проявляется с сокрушительной силой, и, высвободившись из объятий семьи Лилли Пампела, я чувствовал, что у меня болит каждая косточка. Я дал шоферу сигарету, закурил сам, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Мне казалось, что я заслужил минутную передышку. видышку. Жужуй. Все вызывало мое восхищение. И изящество трав, и незнакомые растения паразиты, и красота цветов, и глинцевитая зелень листвы. А больше всего роскошная пышность растительного покрова вообще. Чарльз Дарвин Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль. В Калилегуа производят главным образом сахар, и, кроме того, собирает хороший урожай самых различных тропических фруктов, которые поставляются на рынок Буэнос-Айреса. Калилегуа — это равнина, охваченная полукружием гор, склоны которых покрыты густым тропическим лесом. Было как-то странно вдруг попасть в это царство буйной растительности. Покинув аэропорт, мы примерно час ехали по холмистой и полупустынной местности, почва которой наполовину выветрилась и была проколена солнцем. Здесь росли кустарники, и кое-где попадались большие, как бы распухшие стволы Паула Бораччо, кора которых была густо усеяна колючками. То и дело встречались вздымающиеся в небо гигантские футов двадцать высотой кактусы со странными изогнутыми ветвями. Они тоже были утыканы шипами и выглядели недружелюбно. После двух крутых поворотов мы съехали с холма в долину Калилегуа, и растительность вдруг настолько резко изменилась, что даже глазам стало больно. Началась яркая зелень тропиков, такая масса оттенков, такая свежесть, что по сравнению со всем этим растительность Англии показалась бы не зеленой, а серой. Потом, словно в подтверждении того, что я снова нахожусь в тропиках, через дорогу посвистывая и щебеча перелетела небольшая стайка длиннохвостых попугаев. Немного погодя, мы проехали мимо группы индейцев, одетых в рваные рубахи и штаны и в необъятные соломенные шляпы. Это были приземистые люди с монгольскими чертами лица и странными, похожими на терновые ягоды, выразительными и умными глазами. Они посмотрели на нас равнодушно. Индейцы, длиннохвостые попугаи, яркий пейзаж, все это ослепило меня и ударило в голову как вино. Машина сбавила ход и свернулась главной дороги на проселок. По обеим сторонам росли густые рощи гигантского бамбука, некоторые стволы с зелеными тигровыми полосами были толщиной с бедро человека и имели бледный медовый оттенок. Бамбук красиво склонялся над дорогой и его трепещущие листья переклетались над головой так плотно, что внизу было мрачно, как в нефе кафедрального собора. Между мощными стволами поблескивал и вспыхивал солнечный свет, а сквозь шум двигателя доносились странные стоны и скрипы бамбука, раскачивавшегося на ветру. Мы подъехали к вилле, наполовину скрытой под буйно разросшимися цветами и ползучими растениями. Навстречу нам вышла Джоан Летт. Это она вместе со своим мужем Чарльзом пригласила меня в Калилегуа. Она повела меня в дом и очень радушно предложила чашку чаю. А еще немного погодя, когда Чарльз вернулся с работы, мы уже сидели на балконе и в сгущавшейся синеве вечера обсуждали план действий. По опыту, приобретенному в самых разных концах света, я знаю, что в достаточно густонаселенной местности много животных можно приобрести без особых трудностей, потому что жители держат их либо для забавы, либо для того, чтобы вырастив до определенного возраста, разнообразить ими свой стол. Так что в первую очередь следует обойти все окрестные поселения, и купить все, что можно, и уж потом самому добывать остальных, обычно более редких животных. Под мелодичный звон льда в стаканах с джинном я изложил эти соображения Чарльзу, но он совершенно обескуражил меня, сказав, что индейцы в Калилегуа не держат дома никаких животных, кроме обычных кошек, собак и кур. Однако он обещал, что завтра же попросит одного из своих наиболее способных помощников, навести справки в деревне и сообщит мне результаты. Подбодренный джинном, я пошел спать, но настроение у меня было скверное. Мне стало казаться, что я зря приехал сюда, и даже тихая песня цикад в саду и огромные трепещущие звезды, напоминавшие мне о том, что я снова в тропиках, не могли настроить меня на веселый лад. однако на следующее утро дело предстало в ином свете. После завтрака я вышел в сад и наблюдал за стайкой золотых, синих и серебряных бабочек, добывавших себе корм в больших пунцовых цветах. Когда явился луна, я услышал, как он поет прекрасным тенором, шагая по бамбуковой аллее. Подойдя к калитке, он оборвал песню и хлопнул в ладоши, извещая хозяев о своем приходе. Этот обычай существует во всей Южной Америке. Потом он открыл калитку и подошел ко мне. Это был человек небольшого, футов пяти роста и тонкий, как 14-летний мальчик. У него были красивые, немного резкие черты лица, огромные черные глаза и черные, коротко остриженные волосы. Он протянул руку, на вид такую же хрупкую, как крылья бабочек, летавших вокруг. — Сеньор Даррелл? — спросил он. — Да, — ответил я, пожимая руку осторожно, боясь сломать ее в запястье. — Я, Луна, — сказал он так, словно одного этого уже было достаточно, чтобы все объяснить. — Вас послал сеньор Летт, — спросил я. — Си, — ответил он с обаятельной улыбкой. Мы стояли и смотрели на бабочек, паривших над красными цветами. Я осторожно ломал голову, подыскивая нужные испанские слова. — Как красиво, — сказал Луна, указывая на бабочек. — Какие необыкновенно красивые животные. — Си, — сказал я. Мы снова замолчали, дружелюбно улыбаясь друг другу. — Вы говорите по-английски, — спросил я с надеждой. — Нет, очень маленько, сказал Луна, разводя руками и робко улыбаясь, словно был сокрушен этим ужасным пробелом в своем образовании. Его знание моего языка, видимо, ненамного превосходило мое знание испанского. Оба мы могли понимать довольно сложные фразы на чужом языке, но сами были способны только валить в кучу существительные и глаголы без всякого соблюдения грамматических проемов. Вы я идти Хельмут вдруг предложил Луна, махнув тонкой рукой. Я согласился, пытаясь сообразить, что такое Хельмут. Слово было для меня новое и могло означать что угодно, от реактивного двигателя нового типа до самого низкопробного ночного кабака. По мелодично стонущей, поскрипывающей и шелестящей бамбуковой аллее мы пришли к длинному низкому красному кирпичному дому, стоявшему на большом лугу, над которым возвышались гигантские пальмы. Вокруг нас носились калибри, трепеща и шурша крылышками, сверкая и переливаясь всеми тончайшими оттенками цветов, которые можно увидеть только на мыльном пузыре. Луна провел меня через занавешанные марлей двери в большую прохладную столовую. Там сидя в одиночестве в конце громадного стола, поглощал завтрак человек лет тридцати с ляными волосами, живыми голубыми глазами и обветренным красным насмешливым лицом. Когда мы вошли, он поднял голову и одарил нас широкой проказовой улыбкой. Хельмут сказал мне Луна, показывая на этого человека с таким видом, словно был фокусником и только что выполнил особенно трудный трюк. Хельмут встал из-за стола и протянул мне большую веснушчатую руку. «Привет», сказал он, раздавливая мою руку в своей. «Я Хельмут, садитесь и позавтракайте со мной, а?» Я сказал, что уже завтракал, и Хельмут снова принялся есть, одновременно разговаривая со мной, а Луна, сев на стул по другую сторону стола, томно развалился и стал тихо напевать. «Чарльз говорил мне, что вам нужны животные, да?» сказал Хельмут. «Что же, мы здесь мало интересуемся животными. Животные, конечно, есть там, в горах, а здесь, в селениях, я не знаю, что нам удастся найти. Думаю, не очень много. Когда я кончу есть, мы поедем посмотрим, а?» Когда Хельмут с огорчением убедился, что на столе ничего съедобного не осталось, он затолкал нас с Луной в свой большой автомобиль и по пыльной дороге, которая при первом же дожде очевидно превращается в клейкую грязь, повез нас в деревню. Деревня оказалась довольно типичной. Стены хижин были возведены из неровных обрезков пеленого леса и покрашены известкой. Вокруг каждой хижины был садик, клочок земли, окруженный бамбуковой изгородью. Кое-где в садиках виднелись странные наборы старых жестянок, чайников и сломанных бочек с посаженными в них цветами. От дороги садики отделялись канавами с грязной водой. У калиток через канавы были перекинуты грубо сколоченные шаткие мостки. У одного из таких сооружений Хельмут и остановил машину. Мы с Надеждой вглядывали в густые заросли гранатовых деревьев, усеянных красными цветами. «На днях я, кажется, видел здесь попугая», сказал Хельмут. Мы вышли из машины и через шаткий мостик прошли к бамбуковой калитке. Хлопнув в ладоши, мы стали терпеливо ждать. Вскоре из маленькой хижины вылетела стайка шоколадных карапузов, одетых в драные, но чистые рубашки. Они выстроились в ряд, словно армейское подразделение, приготовившееся к обороне, и, как по команде, засунув в рот пальцы, стали рассматривать нас черными глазами. За ними показалась мать, невысокая, довольно красивая индианка с робкой улыбкой. «Входите, сеньоры, входите», пригласила она, делая знак рукой, чтобы мы вошли в сад. Мы вошли. Луна, присев на корточке, стал тихо разговаривать с обрадованными ребятишками, а Хильмут, излучая благожелательность, неотразимо улыбался женщине. «Этому сеньору», сказал он, крепко стискивая мое плечо, словно боясь, что я могу убежать, «этому сеньору нужны живые бихос, а? На днях я проезжал мимо вашего дома и увидел, что у вас есть попугай, самый обыкновенный и довольно уродливый попугай. Я не сомневаюсь, что сеньору он не понравится, но мне все-таки хочется показать ему эту ни на что негодную птицу». Женщина рассердилась. «Это красивый попугай», заговорила она визгливо и негодующе. «Это очень красивый попугай, это даже исключительно редкая птица. Ее поймали высоко в горах? Чепуха», твердо сказал Хильмут. «Я много раз видел таких птиц на рынке в жужуе, и они мне настолько показались обыкновенными, что их отдавали буквально даром». «Этот несомненно из таких же». «Сеньор ошибается», сказала женщина. «Это самая необыкновенная птица, очень красивая и ручная». «Ну, не думай, чтобы она была красива», сказал Хильмут и важно добавил. «А что касается того, что она ручная, то сеньору все равно, пусть она будет дикой, как пума». «Я почувствовал, что мне пора вмешаться в спор». «Эм, Хильмут», неуверенно начал я. «Да», сказал он, поворачиваясь ко мне и глядя на меня глазами, в которых еще горел отблеск битвы. «Мне не хочется вмешиваться, но не лучше было бы сначала посмотреть птицу, а потом уже торговаться. Я хочу сказать, что она может оказаться и самой обыкновенной и очень редкой». «Да», сказал Хильмут, пораженный новизной этой мысли. «Да, давайте посмотрим птицу». Он повернулся и посмотрел на женщину. «Где же эта ваша жалкая птица?» спросил он. Женщина молча показала через мое левое плечо и, обернувшись, я увидел попугая, который с интересом смотрел на нас, сидя среди листьев на ветке гранатового дерева, всего в футах в трех от меня. Стоило мне взглянуть на него, и я понял, что он должен стать моим, потому что это «Амазон». Птица, по меньшей мере, необычная для европейских коллекций. Для «Амазона» он был, пожалуй, мелковат, но зато оперение у него было красивого, травянисто-зеленого цвета, с желтыми подпалинами. Вокруг черный глаз у него были белые кольца, а на лбу очень яркие алые перышки. На ногах, там, где кончались перья, он, казалось, носил оранжевые подвязки. Я жадно глядел на него. Потом, попытавшись сделать бесстрастное лицо, я обернулся к Хельмуту и с нарочитым безразличием пожал плечами. Я уверен, что это ни на мгновение не могло обмануть владельцу попугая. «Это редкость», сказал я, пытаясь передать модуляциями голоса отвращение к попугаю. «Я должен заполучить его». «Вот видите», сказал Хельмут, снова переходя в наступление, «сеньор говорит, что это самая обыкновенная птица и что у него уже есть шесть таких бонус-айреси». Женщина оглядела на нас очень недоверчиво. Я старался напустить на себя вид человека, который уже обладает шестью краснолобыми амазонами и больше в них не нуждается. Женщина колебалась, но потом пошла с козыря. «Но этот попугай говорит», торжественно сказала она. «Сидела все равно, говорит уме или нет», быстро отразил ее натиск Хельмут. Мы все подошли к птице и собрались в кружок возле ветки, на которой она сидела. На этот раз попугай смотрел на нас безучастно. «Бланко, Бланко», ворковала женщина. «Как ты поживаешь, Бланко?» «Мы дадим вам за него тридцать песо», сказал Хельмут. «Двести?» отрезала женщина. «За говорящего попугая двести и то дешево». «Чепуха!» сказал Хельмут. «Почем нам знать, что он говорящий? Он же до сих пор ничего не сказал». «Бланко, Бланко», страстно ворковала женщина. «Поговори с мамой, говори Бланко». Бланко смотрел на нас задумчиво. «Пятьдесят песо, и учтите, мы даем эту кучу денег за птицу, которая не говорит», сказал Хельмут. «Мадре де диус, но он же болтает весь день». «Чуть не плача», говорила женщина. «Он говорит чудесные вещи. Это лучший попугай из всех, каких я только слышала». «Пятьдесят песо, и больше никаких», решительно произнес Хельмут. «Бланко, Бланко, говори», обзывала женщина. «Скажи что-нибудь сеньорам, ну пожалуйста». Попугай зашелестел зелеными крыльями, склонил голову на бок и сказал отчетливо и медленно. «Сын шлюхи». Женщина остолбенела. Она стояла с открытым ртом и не могла поверить вероломство своего любимца. Хельмут глубоко и удовлетворенно вздохнул как человек знающий что битва выиграна. Медленно с нескрываемым злорадством он повернулся к неудачнице. «Так!» прошипел он словно злодей в мелодраме. «Так!» «И это по-вашему говорящий попугай, а?» «Но сеньор!» тихо произнесла женщина. «Довольно!» оборвал ее Хельмут. «Мы уже достаточно наслушались!» «К вам пришел иностранец чтобы помочь вам!» «Он дает вам деньги за никчемную птицу!» «А что делаете вы?» «Вы пытаетесь надуть его!» «Вы утверждаете, что ваша птица говорит!» «Вы стараетесь выманить побольше денег!» «Но...» «Но она действительно говорит!» неуверенно запротестовала женщина. «Да, но что она говорит?» шипел Хельмут. Он замолчал, вытянулся во весь свой рост, набрал полное легкие воздуха и прорвел. «Он наговорит этому великодушному доброму сеньору, что он сын шлюхи!» Опустив глаза, женщина гладила пальцами ноги по пыли. Она была побеждена и понимала это. «Теперь, когда сеньор знает, каким отвратительным вещам вы научили эту птицу, я думаю, что он от нее откажется», продолжал Хельмут. «Я думаю, что теперь он не предложит вам даже пятидесяти песо за птицу, которая оскорбила не только его, но и его мать!» Женщина бросила на меня быстрый, смущенный взгляд и вернулась к содержанию большого пальца своей ноги. Хельмут повернулся ко мне. «Она в наших руках», сказал он умоляющим тоном. «Вам остается только попытаться сделать вид, что вы оскорблены». «Да, я оскорблен», сказал я, стараясь прикинуться обиженным и подавить желание рассмеяться. «Действительно, среди многих оскорблений, которым я подвигался, такого оскорбления еще не было». «Вы отлично играете», сказал Хельмут, протягиваем руки, словно умоляя меня сменить гнев на милость. «А теперь уступите немного». «Ладно, ладно», неохотно сказал я, «но только в последний раз». «Пятьдесят, вы сказали?» «Да», ответил Хельмут, и пока я доставал бумажник, он снова повернулся к женщине. «Сеньор, сама доброта, он простил вам оскорбление, он удовлетворит вашу алчность и заплатит пятьдесят тессу, которое вы потребовали». Женщина просияла. Я вручил ей грязные ассигнации и подошел к попугаю. Он смотрел на меня задумчиво. Я протянул ему палец, он деловито вскарабкался на него, а потом по руке перебрался ко мне на плечо. Здесь он уселся и, понимающий, взглянув на меня, сказал совершенно отчетливо и громко «Как пожелаешь, как пожелаешь, как дела?» и пакостно захихикал «Поторапливайтесь», сказал Хельмут, подстегнутый таким окончанием сделки. «Поедем посмотрим, что еще найдется у других». Мы раскланились с женщиной, потом, когда мы уже закрыли за собой бамбуковую калитку и садились в машину, банка повернулся на моем плече и выпалил своей бывшей владелице на прощание. «Глупая, очень глупая!» «Этот попугай», сказал Хельмут, поспешно трогая машину с места, «сам черт!» И я не мог не согласиться с ним. Кое-что мы в этой деревне все-таки нашли. Тщательно допрашивая всех встречных и поперечных, мы приобрели пять желтолобых амазонских попугаев, броненосца и двух пенелоп. Пенелопа относится к пернатой дичи. У местных жителей она имеет онноматопическое звукоподражательное название харатас, напоминающий крик этой птицы. На первый взгляд она похожа на тощую и неряшливую курочку фазана. Оперение у нее странного коричневого цвета, бледноватого, как у лежалой плитки шоколада, переходящего на шею в серый. Но если поглядеть на птицу, когда она освещена солнцем, то тускло-коричневый свет оказывается на самом деле радужным золотым отливом. Под клювом у нее две красные сережки, а перья на голове, когда она возглудена, встают хохолком, похожим на мужскую прическу ежик. Обе птицы были взяты из гнезда двухдневными птенцами и вскормлены в неволе, и поэтому они оказались до смешного ручными. Амазонские попугаи тоже были ручными, но ни один из них не обладал лингвинистическими познаниями бланко. Они только и могли, что время от времени бормотать лоритто и пронзительно свистеть. Тем не менее, считал, что потрудились мы в это утро неплохо. Торжествуя, я отнес покупки домой, где Джоан Летт великодушно разрешила мне разместить их в своем пустовавшем гараже. Так как клеток у меня не было, в гараже я их всех выпустил, надеясь, что они устроятся сами. К моему удивлению, так и случилось. Попугаи нашли себе удобные насесты подальше друг от друга, чтобы не драться, и хотя все ясно сознавали, что Бланка самым хамским образом корчит из себя хозяина, ссор по пустякам и других проявлений неблаговоспитанности не было. Переопыт тоже нашли нашли себе насесты, но сидели на них только когда спали. Днем они предпочитали бродить по полу, скидывая время от времени головы и издавая оглушительные крики. Броненосец, как только его выпустили, убежал за большой ящик и проводил там размышлениях все дни. Только по ночам он, крадясь на цыпочках и бросая из потешка опасливые взгляды на спящих птиц, выходил, чтобы поесть. На другой день по всей деревне прошел слух, что приехал сумасшедший гринго, который платит хорошие деньги за живых животных и тотчас потек ручей новых экземпляров. Первым пришел индейец, который приволок на конце веревки кораллова аспида, всего в желтых, черных и красных полосах, похожего на особенно безвкусный старомодный галстук. К сожалению, он переусердствовал и затянул петлю на шее слишком туго. Змея оказалась мертвым мертва. С другими предложениями мне повезло больше. Нежно прижимая груди большую соломенную шляпу, пришел еще один индейец. После вежливого обмена приветствиями я попросил показать, что он так бережно прячет. Сияя надеждой, он протянул мне шляпу, и я увидел в ней прелестнейшего котенка, который смотрел на меня влажными глазенками. Это был детеныш кошки Жафруа, мелкого вида диких кошек, который теперь встречается в Южной Америке все реже и реже. Мех у него был желтовато-коричневого цвета и сплошь испещрен аккуратными темно-коричневыми пятнышками. Котенок смотрел на меня из глубины шляпы большими голубовато-зелеными глазами, будто умоляя, чтобы я взял его в руки. По собственному опыту я знал, что самые невинные на вид существа могут причинить самые скверные неприятности. Но введенный в заблуждение английским выражением мордочки котенка я протянул руку. И тотчас он сильно укусил меня за мякоть большого пальца и оставил двенадцать глубоких красных борозд на тыльной стороне руки. Я отдернул руку и выругался. А котенок снова принял свою невинную позу, ожидая, по-видимому, какую еще веселую игру я для него придумаю. А тем временем я, как проголодавшийся вампир, сосал свою руку и, поторговавшись индейцем, в конце концов купил своего обидчика, который шипел и рычал, как маленький ягуар. Я пересадил его из шляпы в ящик соломы и оставил примерно на час одного, чтобы дать ему освоиться, считая, что причиной его дурного настроения был страх, которого он натерпелся во время поимки и путешествия в соломенной шляпе. Ведь этому существу было всего недели две от роду. Когда мне показалось, что котенок уже освоился и больше не отвергнет моих попыток вступить в дружеские отношения, я снял с ящика крышку и бодро заглянул внутрь. Я не лишился глаз только потому, что он промахнулся всего миллиметра на три. Я задумчиво стер со щеки кровь, да, с этим дьяволенком мне будет нелегко. Обернув руку мешковиной, я поставил в один угол ящика блюдце с сырым яйцом и мясным фаршем, а в другой в чашку с молоком и предоставил котенка самому себе. На следующее утро оказалось, что к еде он не притрагивался. Причувствуя, что он мне достанется больше, чем накануне, я налил в бутылочку теплого молока, обернул руку мешковиной и подошел к ящику. Мне не раз приходилось кормить соской испуганных, раздраженных, а то и просто глупых животных, и я думал, что знаю почти все их уловки. Но котенок доказал мне, что в этом деле я сущий новичок. Он был так юрок, быстр и силен для своего маленького роста, что после получаса борьбы у меня появилось такое ощущение, будто я пытаюсь с двумя ломами поднять капель куртути. Я был залит молоком и кровью и совершенно выдохся, а котенок смотрел на меня горящими глазами и, очевидно, был готов, если понадобится, продолжать сражение еще три дня. Больше всего меня раздражало то, что у котенка были очень хорошо развитые зубы. Я испытал это на собственной шкуре. Я думал, какого же черта он не хочет есть сам, но я знал, что в своем упрямстве он может буквально заморить себя голодом. Накормить его, по-видимому, можно было только из бутылочки. Я положил котенка в ящик, омыл свои раны и стал заклеивать пластырем наиболее глубокие из них. В это время, весело напевая, вошел Луна. «Доброе утро, Джерри!» сказал он и вдруг замолчал, заметив, что я окровавлен. Из небольших царапин у меня все еще сочилась кровь. Луна широко раскрыл глаза. «Кто это?» спросил он. «Кошка, Гато», сказал я раздраженно. «Пума, ягуар?» «Да нет», неохотно ответил я, «Дикий горный котенок». «Дикий горный котенок?» недоверчиво повторил он. «Сделал это?» «Да, проклятый дурачок не хочет есть. Я пытался покормить его из соски, но этот чертов котенок дерется, как тигр. Помочь ему может только пример». Я замолчал, мне пришла в голову отличная мысль. «Пошли, Луна, навестим Эдну». «Почему Эдну?» спросил Луна, шагая за мной к дому Хельмута. «Она может мне помочь», сказал я. «Но Джерри, Хельмуту не понравится, если Эдну укусит дикий котенок. Никто ее не укусит», объяснил я. «Я просто хочу попросить у нее котенка». Луна смотрел на меня черными удивленными глазами. Эта головоломка была выше его понимания, и он просто пожал плечами и пошел за мной к парадной двери Хельмута. Я хлопнул в ладоши и вошел в гостиную. Эдна уютно устроилась над громадной кучей носков и мирно штопала их, слушая патефон. «Здравствуйте», сказала она, одаряя нас широкой приветливой улыбкой. «Джинн там, угощайтесь». У Эдны был отличный спокойный характер. Ничто, кажется, не могло взволновать ее. Я уверен, что если бы я вошел в гостиную, ведя за собой четырнадцать марсиан, она и тогда бы просто улыбнулась и показала, где найти Джинн. «Спасибо, дорогая», сказал я. «Но, как ни странно это звучит, я пришел не для того, чтобы пить Джинн». «Да, это звучит странно», согласилась Эдна, улыбаясь. «Но, если вам не хочется Джина, тогда чего же вам хочется? Мне нужен котенок». «Котенок?» «Да, понимаете ли, маленькая кошка». «Джерри сегодня лосо, спятил», убежденно сказал Луна, наливая в стаканы две щедрые порции джина и протягивая один из них мне. «Я только что купил детелыша горного котенка», объяснил я Эдне. «Он ужасно дикий, он не желает есть, и вот что он со мной сделал, когда я пытался сам накормить его из соски». Я показал свои раны. У Эдны расширились в глаза. «Это большое животное?» спросила она. «Это животное ростом с двухнедельного домашнего котенка». Лицо Эдны стало серьезным. Она отложила носки. «Вы продезинфицировали свои раны?» спросила она. Было совершенно ясно, что она сейчас начнет с упоением применять свои медицинские познания. «Не обращайте внимания на царапины, я их промыл. Я хочу получить у вас котенка, обыкновенного котенка. Разве вы не говорили на днях, что котята наводнили ваш дом?» «Да», сказала Эдна, «у нас полно котят». «Хорошо, могу я получить одного?» Эдна задумалась. «А если я вам дам котенка, вы мне разрешите продезинфицировать ваши царапины?» коварно спросила она. Я вздохнул. «Ладно, шантажистка», сказал я. И Эдна исчезла в кухне. Оттуда донеслись пронзительные восклицания и хихиканье. Потом Эдна вернулась тазиком горячей воды и начала обрабатывать мои царапины и укусы. А в это время в комнату вошла процессия служанок-индианок, которые несли на руках великое множество котят, всех размеров и цветов, от слепых до великовозрастных и на вид таких же диких, как мой. В конце концов я выбрал толстую, спокойную, пеструю кошечку, которая была приблизительно одного роста и возраста с моим дикарем и с торжеством понес ее в гараж. Здесь я около часа сооружал клетку, а кошечка, громко мурлыкая, терлась о мои ноги, заставляя меня время от времени спотыкаться. Когда клетка была готова, я сначала посадил в нее пеструю кошечку и оставил ее там примерно на час, ну, чтобы она освоилась. Дикие животные обладают очень обостренным чувством территории. На воле у них есть особый участок леса или поля, который они считают своим и защищают от любого другого представителя своего вида, а иногда и от других животных. Когда вы сажаете диких животных в клетке, эти места заключения тоже становятся их территорией. И если в ту же клетку посадить другое животное, то первый обитатель скорее всего будет яростно отстаивать ее, и вы станете свидетелем смертного боя. Поэтому обычно прибегает к коварной уловке. Предположим, у вас есть большое энергичное животное, которое может постоять за себя, и оно живет в клетке уже несколько недель. А вы получили второе животное того же вида, и вам удобно, чтобы они жили вместе. Если посадить новое животное в клетку к старому, то старое вполне может его убить. Поэтому лучше всего сделать новую клетку и посадить в нее более слабое из двух животных. Когда оно освоится, посадите к нему более сильное. Сильнее, конечно, останется хозяином положения и может даже задирать слабого. Но так как его посадили на чужую территорию, он будет сдерживаться. Организация такого рода сосуществования рано или поздно приходится заниматься любому собирателю зверей. В данном случае я был уверен, что детеныш дикой кошки вполне способен убить домашнего котенка если я подсажу котенка к нему вместо того, чтобы сделать наоборот. Итак, после того, как пестрый котенок освоился, я схватил дикого котенка и, несмотря на яростное сопротивление, засунул его в клетку и тут же отступил, чтобы посмотреть, что произойдет. Пестрый котенок был в восхищении. Он приблизился к разозленному дикарю и громко мурлыча стал тереться о его шею. Как я и ожидал, дикий котенок в ответ на это приветствие отпрянул, довольно грубо фыркнул и удалился в угол. Пеструшка, чьи первые попытки подружиться были отвергнуты, уселась и громко мурлыча с довольным видом принялась умываться. Я закрыл клетку мешковины и оставил их одних. Теперь я знал наверняка, что дикий котенок уже не сделает пеструшке ничего плохого. В тот же вечер, подняв мешковину, я увидел, что они лежат рядом, и дикий котенок, вместо того, чтобы фыркать на меня, как он это делал раньше, ограничился лишь тем, что угрожающе приподнял верхнюю губу. Я осторожно поставил в клетку большую чашку с молоком и тарелку с мелко порубленным мясом и сырым яйцом, пищей, которой мне хотелось накормить дикого котенка. Это было решающее испытание. Я надеялся, что пеструшка, накинувшись на вкусную еду, своим примером подбодрит дикого котенка и заставит его есть. Урча, как старый подвесной мотор, пеструшка уверенно бросилась к чашке с молоком, сделала большой глоток и приняла за мясо с яйцом. Я отошел и стал незаметно наблюдать за диким котенком. Сначала он не проявлял к происходившему никакого интереса и лежал с ползакрытыми глазами. Но наконец шум, поднятый пеструшкой, громко пожиравший мясо и яйцо, привлек его внимание. Он осторожно встал и подошел к тарелке. Я затаил дыхание. Он деликатно обнюхивал край тарелки, а пеструшка, подняв измазанную сырым яйцом морду, призывно замяукала. Мяук о нее было приглушенным, потому что в зубах она держала кусок мяса. Дикий котенок постоял, размышляя, потом, к моей радости, наклонился к тарелке и стал есть. Было видно, что котенок очень голоден, но, несмотря на это, ел он очень чинно. Локнув сырое яйцо, он взял кусочек мяса и, тщательно прожевав, проглотил. Я наблюдал за котятами, пока они не съели все. Тогда я снова поставил в клетку молоко, яйца и мясо, и, довольный, пошел спать. на другое утро обе чашки были чисто вылизаны, а котята лежали в обнимку и крепко спали. Животики их вздули, словно волосатые воздушные шарики. Они не просыпались до полудня, и было видно, что они обожрались. Но, когда котята увидели, что я несу тарелки с едой, они очень этим заинтересовались, и я понял, что перехитрил дикого котенка. Город Бихос. Возбуждение, вызываемое в нем невиданными предметами и возможность успеха, побуждают его к более энергичной деятельности. Чарльз Дарвин в путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль. С самого моего приезда в Калилегуа Луна докучал мне просьбами поехать с ним в город Аран. До него всего 50 миль, и там, по словам Луны, можно найти уйму всяких бихос. Я относился к этой идее сдержанно, потому что знал, как легко можно увлечься и начать метаться с места на место. И пусть даже каждое место само по себе окажется хорошим средоточием животных, если примешься скакать, как кузнечик, толку от этого никакого не будет. Я решил обсудить эту идею с Чарльзом, и в тот же вечер, когда мы сидели, не спеша попивая джин и глядя на Луну, серебревшую своим голубоватым сиянием листья пальм, сказал ему о своем затруднении. «Почему Луна так стремится в Аран?» спросил я Чарльза. «Видите ли, сказал Чарльз, во-первых, Аран его родной город, и это обстоятельство может оказаться полезным, так как это значит, что он со всеми там знаком. Мне кажется, вам не мешало бы съездить туда и посмотреть самому Джерри. В Аране народу гораздо больше, чем в Калилегуа, и я думаю, вы соберете там вдвое больше животных, чем вам удалось найти здесь». «А Луну вы можете отпустить?» спросил я. Чарльз слегка улыбнулся. «Не думаю, чтобы его трехдневное отсутствие было заметным», сказал он. «А вам этого времени вполне достаточно для того, чтобы собрать в Аране всю фауну, какая там только есть». «Мы можем выехать в понедельник?» нетерпеливо спросил я. «Да», сказал Чарльз. «Так будет хорошо». «Великолепно», сказал я, допивая джин. «А теперь мне надо пойти навестить Эдну». «Зачем она вам? Кто-то же должен кормить моих животных, пока я буду в отлучке, а у Эдны, мне кажется, доброе сердце». Когда я вошел, Хельмут, Эдна и Луна спорили о достоинствах двух народных песенок, которые они вновь и вновь прокручивали на патефоне, Эдна молча указала, где стоит джин, и она лил себе и сел на пол у ее ног. «Эдна», сказал я, выбрав момент затишья в споре, «я люблю вас». Она сардонически подняла одну бровь и посмотрела на меня. «Если бы Хельмут не был больше меня ростом, я предложил бы вам бежать со мной», продолжал я, «потому что с первого взгляда я влюбился в вас, в ваши глаза, в ваши волосы, в вашу манеру наливать джин. «Чего вам надо?» спросила она. Я вздохнул. «Вы бездушны», пожаловался я, «я только собирался приступить к делу, ну так знайте же, Чарльз сказал, что мы с Луной можем поехать на три дня в Аран. Вы посмотрите за моими животными вместо меня?» «Конечно», сказала она удивленно, как я мог вообще усомниться в этом. «Конечно», подтвердил Хельмут, «Джерри, ты большой дурак, я говорил тебе, что мы сделаем все, что только возможно, только попроси, мы сделаем для тебя все». Он плеснул еще джин в мой стакан, «А вот», добавил он неохотно, «побег с моей женой у тебя не выйдет». Итак, рано утром в понедельник мы с Луной выехали в маленьком автомобиле с кузовом «Универсал», за рулем которого сидел какой-то веселый полупьяный субъект с огромными усами. Мы взяли с собой только все самое необходимое для путешествия. гитару Луны, три бутылки вина, мой бумажник набитый пресса, магнитофон и камеры. Мы захватили еще по чистой рубашке, но наш водитель благоговейно и осторожно уложил их в лужу масла. Всю предыдущую ночь шел такой громкий проливной дождь, какой бывает только в тропиках. К утру он превратился в серую изморозь, а грунтовая дорога раскисла и стала похожа на неудавшуюся бланманже. Луна, которого не расстроила ни погода, ни раскисшая дорога, ни сомнительная способность нашего шофера вести автомобиль, ни судьба наших чистых рубашек, ни даже то, что крыша нашей машины немного протекала, что-то весело напевал про себя, а автомобиль, который заносила и подбрасывала, мчался по дороге варан. Мы ехали уже примерно три четверти часа, когда наш водитель, который больше следил за тем, чтобы правильно подтягивать луне, чем за тем, как идет машина, одолел на двух колесах поворот. И только мы снова чудом выровнялись, как я увидел впереди нечто такое, от чего у меня упало сердце. Перед нами катил свои красноватые пенистые воды мутный поток шириной ярдов в 400. На его берегу, словно очередь понурых слонов, стояли три грузовика, а на середине потока был еще один грузовик, отнесенный вниз по течению напором воды. Его деловито вытаскивал на противоположную сторону какой-то механизм, похожий на большой трактор с лебедкой и стальным тросом. Наш водитель присоединился к очереди, заглушил мотор и осклабился. «Много воды», сказал он и на всякий случай показал пальцем, будто я страдал пороком звения и не мог не заметить этого небольшого Бискайского залива, который нам предстояло пересечь. Еще день назад этот широкий поток был очевидно всего лишь мелким ручейком, который мирно шурчал в своем галичном ложе, но ночной дождь раздул его внезапно сверх всякой меры. Я по опыту знал, как быстро тоненький ручейок может вырасти в настоящую бурную реку, потому что однажды в Западной Африке ручейок, который сначала был всего футов три шириной и дюймов четыре глубиной, совершенно внезапно превратился в реку, похожую на Амазонку в ее верхнем течении и чуть не смыл мой лагерь. Никто из тех, кто не видел такого внезапного превращения, не поверит мне, но тем не менее это одна из самых неприятных, а иногда и опасных сторон путешествия в тропиках. Наконец, через час последний грузовик перетянули на тот берег и подошла наша очередь. К бамперу машины привязали трос и нас осторожно потащили через поток. Уровень воды становился все выше и выше, течение сильнее, и вот вода зашумела и заплескалась о борт машины. Вода проникала сквозь щели в двери и струйками текла по полу у нас под ногами. Постепенно она покрыла наши башмаки. Теперь мы были примерно на полпути и напор воды медленно, но верно толкал нас вниз по течению. Сначала мы стояли как раз напротив трактора с лебедкой, а теперь нас несло в сторону футов на пятьдесят. Трос был туго натянут и у меня было такое ощущение, будто мы превратились в какую-то гигантскую бесформенную рыбу, которую водят на леске два молчаливых индейца. Вода достигла уровня сидений. Тут она немного помедлила и вдруг хлынула на нас. В этот драматический момент, когда мы уже сидели на полдюйма в ледяной воде, лебедка перестала работать. Зарычал наш водитель, высовывая голову из окна и внушительно шевеля усами. Что происходит? Один из индейцев спрыгнул с трактора и медленно побрел по дороге. Другой сдвинул большую соломенную шляпу на затылок и не торопясь подошел к берегу. Нет горючего! закричал он, сладко почесывая живот. И надо же, чтобы это проклятое горючее кончилось именно сейчас, раздраженно сказал я Луне. Да, уныло откликнулся Луна, но другой индейец пошел за горючим, он скоро вернется. Прошло полчаса. Потом час. Нижние части наших тел замерзли, и мы все время ерзали, чтобы немного оживить их. Наконец, к нашему облегчению на дороге появился индейец с банкой горючего. Потом индейцы затеяли длинный спор, как лучше заливать животворную жидкость в трактор. А тем временем наш водитель сточас зубами ругал их последними словами. Наконец, индейцы закончили эту сверхсложную операцию, трактор ожил, трос натянулся, мы медленно потащились к берегу, и уровень воды в машине стал падать. Достигнув в конце концов суши, мы сняли брюки и выжили их. Наш шофер громко крыл улыбавшихся нам индейцев за покушение на человекоубийство. Потом, оставшись в одной рубахе, он открыл капот и посмотрел двигатель. Шевеляя усами, он что-то бормотал про себя. Он заранее завернул в тряпки некоторые жизненно важные части внутренних органов нашего автомобиля, перед тем, как мы въехали в поток, и теперь разматывал их и протирал. Наконец, шофер сел за руль, нажал на стартер и с широкой горделивой улыбкой слушал, как работает мотор. Мы сели в машину и понеслись, подпрыгивая по дороге. Индейцы весело помахали нам на прощание шляпами. Мы проехали 05 и только, только начали высыхать, как встретили еще одну водную преграду. Дорога здесь шла по склонам гор, у самого их подножия. То и дело, встречались глубокие узкие ущелья, по которым стекала с гор вода. Там, где дорога пересекалась этими неширокими, но мощными речками, проще всего было перекинуть небольшие мосты. Но, видно, великое множество этих речек делало такое мероприятие слишком накладным, и поэтому применили другой способ. Поперек речек проложили национальные дорожки. В сухое время года ехать по такой дорожке было бы даже приятно, но когда вода с гор устремлялась вниз, она, ревя, заливала бетон фута на четыре и срывалась с него вниз красивым десятифутовым водопадом. Побыв несколько дней под водой, бетон из-за наросших на него водорослей становился скользким, как стекло, и поэтому ехать по нему было более опасно, чем просто по дну речки. Здесь уже не было спасительной лебедки, и водитель, испуганно ворча сквозь желтые усы, сам осторожно направил машину в красноватую воду. Машина уже проехала половину бетонной дороги, когда заглох мотор. Мы сидели и молча смотрели друг на друга. Вдруг вода, напиравшая на левый борт, сдвинула машину примерно на дюнь вправо, в сторону водопада, и тогда мы все разом вскочили как от удара током. Мы испугались, что течение вдруг подхватит автомобиль и швырнет его через край плиты на камни. Все выскочили наружу. Толкать? Надо всем нам толкать! Старался переключать шум водопада Луна. Он суворожно цеплялся обеими руками за борт машины. Сила течения была довольно велика, а Луна был такой худенький, что я боялся, как бы его не унесло и не сбросило в водопад. Перейдите на ту сторону, крикнул я. Здесь вас смоет! Луна понял силу этого аргумента и, прижимаясь всем телом к машине, стал перебираться на другую сторону, пока машина не оказалась между ним и водопадом. Потом мы налегли на машину плечами и начали толкать ее. Это было одно из самых неблагодарных дел, какие я когда-либо выполнял, потому что мы толкали машину не только вверх по цементной дороге, но и против течения, которое все время старалось нас развернуть. После десятиминутной борьбы нам удалось продвинуться примерно на три фута вперед, а течение за это время сдвинуло нас на фута три ближе к водопаду. Я уже начал по-настоящему беспокоиться. При таких темпах еще через полчаса машину могло смыть водопад. Втроем мы были не в силах толкать ее вверх по склону и одновременно против течения. У нас была веревка и, по-моему, надо было просто привязать машину к дереву на берегу и ждать, пока не спадет вода. Я как раз собирался с мыслями, чтобы изложить свой план по-испански, когда из-за поворота дороги на противоположном берегу появилась добрая фея, удачно замаскировавшаяся под урчащий и фыркающий грузовик. Несмотря на почтенный возраст и ржавчину, вид у него был могучий и добродушный. Мы приветствовали его радостными криками. Водитель грузовика оценил наше затруднительное положение с первого взгляда. Сбавив ход, он медленно направил громаду своей машины в красноватый поток и остановился в нескольких футов от нас. Мы торопливо достали свою веревку, связали обе машины вместе, и грузовик, дав задний ход, осторожно вытащил наш автомобиль из потока на сушу. Мы поблагодарили водителя грузовика, угостили его сигареты и с завистью посмотрели, как он направил своего могучего стального коня в поток. Потом мы переключили свое внимание на утомительный и хлопотный процесс просушки двигателя. В конце концов мы прибыли в Аран в два часа пополудни, преодолев еще треводные преграды, которые, к счастью, не обладали скверными качествами первых двух. И тем не менее до дома Луны мы добрались в таком виде, будто целый день провели в реке. Но это, впрочем, не очень расходилось с истиной. Прелестные родственники Луны радостно приветствовали нас. Они отобрали наши одежды, чтобы просушить их, приготовили непомерное количество еды и усадили нас во внутреннем дворике, где было много цветов и куда лучи солнца проникали лишь для того, чтобы согревать, а не сжечь. Пока мы ели и пили доброе бодрящее красное вино, Луна посылал бесконечное, судя по всему, число своих юных родственников с таинственными поручениями в разные концы города. Они то и дело появлялись и докладывали ему что-то шепотом. А он с напыщенным видом кивал головой и улыбался. И Луна отчаянно морщился в зависимости от того, как невести он изволил выслушивать. А когда Луна покашливал или бросал на родственников взгляд, все они старались сдержать волнение и выжидающе замирали. У меня появилось такое чувство, будто я обедаю с герцогом Веллингтоном накануне битвы при Ватерлоу. Наконец Луна налил мне и себе по последнему стакану вина и осклабился. Его большие черные глаза сверкали от плохо скрываемого возбуждения. Джерри, сказал он по-испански. Я нашел вам бихос. Уже? спросил я. Каким образом? Он показал рукой на отряд улыбавшихся родственников, выстроившихся в одну шеренгу. Я разослал их навести справки, и они нашли людей, у которых есть бихос. нам остается теперь только пойти и купить этих бихос, если они вам подойдут. Превосходно! сказал я, залпом допивая стакан вина. Пошли! Через десять минут мы с Луной, подстегиваемые охотничьим зудом, отправились рыскать по городу. Впереди нас бежала свора его юных и возбужденных родственников. Город был небольшой, но разбросанный. Здания в нем стояли в типичном для Аргентины шахматном порядке. Как и предсказывал Чарльз, куда бы мы ни приходили, Луну приветствовали радостными восклицаниями, и на нас сыпалось множество приглашений принять участие в выпивке. В ответ на подобную фривольность Луна решительно поворачивался спиной, и мы снова пускались в путь. В конце концов, один из юных членов нашей свиты бросился со всех ног вперед и громко забарабанил по внушительной двери какого-то большого дома. Когда мы подошли к двери, она была уже открыта, и на пороге стояла старуха, одетая в черное и поэтому похожая на дряхлого таракана. Луна остановился перед ней и пожелал ей доброго вечера. В ответ она слегка наклонила голову. Я знаю, что у вас в доме полицейского, который точно знает, что труп спрятан под кушеткой и дает преступнику понять, что отпирательства не помогут. Да, есть. Немного удивленно сказала женщина. Этот английский сеньор собирает зверей и птиц для своего зоосада в Англии, продолжал Луна, и возможно он захочет купить вашу птицу. Старуха без всякого любопытства поглядела на меня сухими черными глазами. Как хотите, сказала она наконец. Птица эта грязная и говорить не умеет. Мне принес ее сын, если ее можно продать, я буду только рада. Заходите, сеньоры, и посмотрите попугая. Жаркая ногами, она привела нас в неизбежный внутренний дворик с растениями в горшках. Он был похож на колодец внутри дома. Увидев птицу, я еле сдержал радостный крик. Это был желтоголовый Ара, редкий член семейства попугаев. Он сидел на остатках деревянного насеста, который, по-видимому, всю последнюю неделю он медленно и методично разрушал. Когда мы собрались вокруг попугая, он, держа в клюве щепочку, поглядел на нас, издал короткий гортанный звук и продолжал свою разрушительную работу. Луна бросил на меня быстрый взгляд своих сияющих глаз, и я энергично кивнул ему. Он глубоко вздохнул, с презрением оглядел попугая и повернулся к старухе. «Самый обыкновенный попугай», сказал он равнодушно, «но все равно сеньор согласен купить его. Вы, конечно, понимаете, что мы не можем позволить тебе заплатить очень щедро за такую обыкновенную шкодливую птицу, которая к тому же не говорит. Сеньор никак не может дать вам за эту тварь больше, скажем, двадцати пяти песо». Потом он сложил руки на груди и посмотрел на женщину, ожидая от нее взрыва негодования. «Хорошо», сказала женщина, «берите его». Луна уставился на нее с открытым ртом, а она взяла попугая, бесцеремонно сунула его мне на плечо и протянула сморщенную руку за деньгами. Я торопливо достал бумажник, боясь, как бы она не передумала. Дар речи вернулся к Луне только когда мы вышли на улицу, а попугай удивленно и довольно кричал гортанным голосом над моим ухом. Луна уныло покачал головой. «В чем дело, Луна?» спросил я. «Это замечательная птица, и мы купили ее баснословно дешево». «Я рад за вас», грустно сказал он, «но когда мне встречаются люди, которые не торгуясь соглашаются с любой предложенной ценой, я боюсь за будущее Аргентины. К чему мы придем, если каждый будет так делать?» «Очевидно, жизнь станет гораздо дешевле», заметил я, но он не хотел утешений и все ворчал, вспоминая поведение старухи. Свою веру в человечество он восстановил только после оживленного получасового разговора еще с одним владельцем попугая. Этот торговался за свою птицу до последнего. Мы продолжали обход города, пока не стемнело, и все вместе принесли домой целый небольшой засад. У нас было пять попугаев, в том числе, к моей радости, еще один желтоголовый Ара, два карликовых бразильских кролика с рыжеватыми лапками и белыми меховыми очками вокруг глаз и агути. Большой грызун с черными глазами, тонкими конечностями и с нравом рысака, страдающего острым приступом нервной депрессии. Мы отнесли животных в дом Луны и выпустили их во дворики. Луна опять сколотила своих родственников отряд и отправила добывать повсюду пустые ящики, проволочные сетки, доски, молотки, гвозди и другое плотницкое снаряжение. Потом целых два часа мы строили жилища для моих приобретений. Наконец последнее из них было посажено в клетку, а мы с Луной усели за сто и с аппетитом стали есть и пить. Из груды деревянных ящиков доносились тихое ворчание и вскрики, которые для уха собирателя животных звучат райской музыкой. Потом, поставив рядом с собой большой стакан вина, я сел перед клетками, чтобы рассмотреть своих подопечных при свете фонарика, а Луна попросил принести гитару и пел мелодичные и грустные народные аргентинские песни, стуча иногда в гулку и деку гитары, как в барабан. Все птицы, кроме Ара, оказались синелобами амазонскими попугаями. Все они были довольно ручные и умели говорить лорита, что в Аргентине равнозначно попки. Так как все они были примерно одного роста и возраста, мы посадили их в клетку вместе, и теперь они с фальшиво многозначительным видом древних рептилий, которые попугаи такие мастера напускать на себя, расселись редком, словно присяжные, разодеты в яркие одежды. От плохого питания они совсем запаршивили, но, несмотря на их неопрятную внешность, я был доволен ими, так как знал, что через несколько недель хорошей кормежки они совершенно изменятся, и после следующей линьки оперение их будет ливать лимонно-желтыми и синими тонами, а оттенки зеленого будут так богаты, что коллекция изумрудов рядом с ними безнадежно померкнет. я осторожно завесил клетку мешковины и услышал, как птицы отряхиваются, готовясь ко сну. Такой звук бывает, когда распечатывают колоду карт. Потом моим вниманием завладели желтоголовые ары. Ради опыта мы посадили их вместе, и потому, как они тотчас прильнули друг другу и стали ворковать, можно было подумать, что из них получится нежная парочка. Они сидели на насестье и глядели на меня, время от времени склоняя головы на бок, словно желая прикинуть, не более ли я привлекательен, если рассматривать меня в таком аспекте. Оперениях было в основном пронзительного зеленого цвета, и только на затылке желтел широкий, ярко-канареечный полумесяц. Для ара, которая, как правило, наиболее крупные среди попугаев, они были мелковаты, даже чуть-чуть меньше и изящнее обыкновенных амазонских попугаев. Они что-то тихо бормотали мне и друг другу, а их бледные веки так сонно опускались на блестящие глаза, что я и их закрыл мешковиной и отошел. Я давно уже мечтал о бразильских кроликах, и поэтому приобретение их доставило мне особенно большую радость. Я вытащил их из клетки. Это были еще детеныши величиной не больше ладоней, и мне было очень приятно ощущать тепло их пушистых телец. Они водили носиками, принюхиваясь к непонятным запахам пищи и цветов. На первый взгляд их можно было принять за обыкновенных европейских крольчат, но присмотревшись, я увидел, что они совсем на них не похожи. Во-первых, короткими и изящными ушами. Спины у них были темно-коричневые и все в ржаво-бурых пятнышках и полосках. Лапы светло-рыжие, а вокруг каждого глаза кольцом росла белая шерстка. Носики и губы тоже были чуть-чуть окремлены белым. Став совершенно взрослыми, эти животные все равно остаются среди кроличьего племени карликами и достигают лишь половины роста европейского дикого кролика. Насколько мне было известно, ни один зоопарк мира не обладал этими интересными маленькими существами. Я был рад заполучить их, хотя немного сомневался, что смогу доставить их в Европу, потому что все кролики и зайцы тяжело переживают неволю. Но мои кролики были очень молодыми, и я надеялся, что они приживутся. Когда я снял мешковину с клетки агутей, зверюк подпрыгнул в воздух и шлепнулся на соломенную подстилку, дрожа всем телом. На борточке его было такое же выражение, которое должно быть у старой девы, много лет заглядывавшей перед сном под кровать и, наконец, обнаружившей там мужчину. Однако угостил зверька кусочком яблока, я успокоил его настолько, что он даже позволил себя погладить. Агутей это грызуны, члены многочисленного и интересного отряда. В него входят и мышь малютка, которая может уместиться в чайной ложечке, и капибара, достигающая размеров крупной собаки, а между двумя этими крайностями есть великое множество всевозможных белок, сонь, крыс, дикобразов и других непохожих друг на друга животных. А говорим сразу, что агути не самые характерные члены этого семейства. Если уж говорить откровенно, то они похожи на помесь низкорослого предшественника лошади и горемыки кролика. Шурстка у агути имеет цвет паерованного красного дерева. На кресце этот цвет постепенно переходит в красновато-бурый. Шоколадно-коричневые ноги, очень длинные и тонкие, как у рысака, оканчиваются комком хрупких музыкальных пальцев, которые и делают агути похожим на древнюю лошадь. Задние ноги у него мощные, они служат опорой непропорционально массивной задней части туловища, и поэтому у агути такой вид, будто у него сзади горб. Голова как у кролика, но немного удлиненная, так что в ней опять-таки есть что-то лошадиное. У агути большие красивые глаза, округлые уши и густые черные усы, которые непрестанно шевеляться. Если к всему этому добавить темперамент животного, его постоянную нервозность, его дикие прыжки в воздух при малейшем звуке и следующие за этим припадки лихорадочного озноба, то просто удивляешься, как вообще мог выжить этот вид. Мне кажется, что стоит только одному ягуару заворчать, и все агути в раудиусе стоярдов тотчас скончаются от разрыва сердца. Размышляя об этом, я завесил клетку, и животное тотчас опять взвелось в воздух, а приземлившись, стало дрожать всем телом. Однако через несколько минут агути снова пришел в себя и набросился на яблоко, которое я оставил ему в клетке. К этому времени песни и вино привели луну в блаженное состояние, и он сидел у стола, жужжа себе что-то под нос как сонная пчела. Мы выпили по последнему стакану и отчаянно зевая поплелись спать. В самый неподходящий для цивилизованного человека час утра меня разбудила громкая песня, долотившаяся из противоположного угла комнаты, где была постель луны. Для этого человека песни и музыка были таким же непременным условием существования, как кровь, которая текла в его жилах. Когда он не говорил, он непременно либо пел, либо мычал что-то под нос. Я впервые в жизни видел человека, который мог лечь спать в три часа утра и, проснувшись в пять, загорланить песню, не вылезая из постели. Но пел он так хорошо и с таким явным удовольствием, что на него не хотелось сердиться даже в такой ранний час. а пробыл с ним некоторое время, вы начинали обращать на его привычку не больше внимания, чем на птичий хор, который заводит свою песню на рассвете. Луна на небе, как белый маленький барабан, доносилась из-под грудодеял. Она ведет меня в горы Тукумана к моей любви с черными волосами и волшебными глазами. Если ты всегда поешь своим знакомым женщинам в такое время, сонно сказал я, то мне кажется, что в постели тебе приходится оставаться чаще всего в одиночестве. Такие вещи выходят боком. Он хихикнул и блаженно потянулся. Сегодня будет отличный денек, Ктери, сказал он. Я удивился, откуда бы ему это знать, ведь ставни обоих окон закрыты почти герметически. Аргентинец, засиживаясь допоздна на улице, дышит ночным воздухом без всякого вреда для своего организма. Но стоит ему лечь спать, как тот же воздух становится для него смертоносным газом. Поэтому все ставни должны быть наглухо закрыты, дабы оградить людей от опасностей. Однако, когда мы оделись и вышли во внутренний дворик завтракать, я убедился, что Луна оказался прав. Дворик был весь залит ярким солнцем. Мы допивали последнюю чашку кофе, когда явились с докладом наши агенты. По-видимому, они вышли в разведку с первыми лучами солнца и теперь отчитывались перед Луной, а тот сидел попивая кофе и лишь изредка удоставилась величественным кивком головы. Потом одного из юных агентов послали с деньгами за кормом для моих животных, а когда он вернулся, все агенты столпились вокруг меня широко раскрытыми глазами, стали смотреть, как я рублю мясо и овощи, наполняя чашки молоком и водой и ухаживаю за животными. Когда все были накормлены, мы вышли с троем на залитую солнцем улицу и начали вновь прочесывать город. На этот раз Луна использовала нашу свету немного по-другому. Пока мы вели в каком-нибудь доме переговоры, наши юные помощники рассыпались и обследовали близлежащие улицы и переулки, хлопая перед домами в ладоши и спрашивая совершенно незнакомых людей, нет ли у них животных. Все относились к этому вмешательству в их частную жизнь очень добродушна и если у них самих животных не было, они иногда посылали нас к другому дому, где мы находили какого-нибудь представителя местной фауны. Таким способом за это утро мы приобрели еще трех карликовых кроликов, одного попугая, двух кориам и двух коати, очень редких маленьких южноамериканских хищников и семейства генотов. Мы отнесли животных в дом Луны, посадили их в клетки, а сами с аппетитом съели второй завтрак и отправились обследовать окраины Арана на дряблом автомобиле позаимствованном у какого-то друга Луны. Из агентурных источников Луна узнал, что в одном из наиболее отдаленных районов живет человек, у которого есть какая-то дикая кошка, но никто не мог сказать точно, где его дом. Тогда мы ограничили свои поиски одной беспорядочно застроенной улицы и, стуча во все двери подряд, нашли в конце концов этого человека. Это был высокий, смуглый, потный и неряшливый мужчина с нездоровым брюхом и с маленькими черными глазками, в которых появлялось то заискивающее, то хитрое выражение. Да, признался он, у него есть дикая кошка Оцелот. Потом с пламенным красноречием политикана, выступающего на предвыборном митинге, он принялся в захлеб говорить о том, какое это дорогое, красивое, грациозное, ручное животное, какие у него масть, рост, аппетит. В конце концов, мне показалось даже, что он хочет продать мне целый зоосад. Чтобы прервать этот панигирик семейству кошачьих вообще и Оцелоту в особенности, мы попросили показать нам животное. Он повел нас вокруг дома в ужасно грязный задний двор. Как бы ни был беден и мал дом вараня и калилегуа, двор при нем всегда содержится в чистоте и полон цветов. Этот же двор был похож на городскую свалку. Кругом валяли старые разломанные бочки, ржавые жестянки, рулоны старых проволочных сеток, велосипедные колеса и другой хлам. Наш хозяин неуклюже протопал к стоявшей в углу грубо сколоченной деревянной клетке, которая была мала даже для кролика средних размеров. Он открыл клетку и зацепь выволок наружу совершенно жалкое существо. Оцелот был совсем молод, но как он умудрялся сидеть в такой маленькой клетке, до сих пор остается для меня загадкой. Меня особенно потрясло ужасное состояние животного. Шерсть его была так запачкана испражнениями, что о естественном ее узоре можно было только догадываться. На боку была большая мокрая болячка, а сам он был так тощ, что даже под свалявшейся шкурой можно было на глаз сосчитать все его ребра и позвонки. Когда его опустили на землю, он от слабости шатался как пьяный. В конце концов он отказался от попыток устоять на ногах и удрученно лег на грязное брюхо. «Вы видите, какой он ручной?» спросил человек, показывая в заискивающей улыбке желтые щербатые зубы. «Он никого не кусает и никогда не кусал!» Он похлопывал оцелота большой потной ладонью, и мне было ясно, что отнюдь не любовь к человеку, а лишь полное безразличие мешает животному броситься на него. Оцелот был в почти безнадежном состоянии, он был так слаб от голода, что ему было все равно. луна сказал я изо всех сил стараясь держать гнев. Я заплачу пятьдесят пес за эту кошку, не больше. Даже этого слишком много, потому что она, видно, все равно подохнет. Торговаться я не буду, так что ты можешь сказать этому ублюдку, этому сукину сыну, что это мое последнее слово. Луна перевел мои слова, тактично опустив все относившиеся непосредственно к личности продавца. Тот в ужасе сжал руки. Мы, конечно, шутим, он бессмысленно захихикал, за такое великолепное животное и трех сотен песа будет нищенски мало. Конечно, сеньор видит какое-то удивительное создание и так далее, но сеньора было довольно. Я озвучно сплюнул, точно попав на остатки какой-то бочки, которая нежно спилась ржавым велосипедным колесом, бросил на этого человека самый презрительный взгляд, на какой только был способен, резко повернулся и зашагал на улицу. Я сел в дряхлую машину и захлопнул дверцу с такой неистовой злостью, что наш экипаж чуть не распался на куски тут же на дороге. Мне было слышно, как торговались Луна и хозяин оцелота, и, различив в упрямом голосе последнего новую нотку слабости, я высунулся из окна и крикнул Луне, чтобы он возвращался и не терял даром времени. Луна появился через тридцать секунд. Дай деньги, Джерри, сказал он. Я дал ему пятьдесят песо. Скоро он снова появился на этот раз с ящиком, который положил на заднее сиденье. Мы ехали молча, кончив придумывать, что я сделал бы с бывшим хозяином оцелота, ему было бы не просто больно, ему стало бы предельно трудно исполнять супружеские обязанности, если у него таковые были. Я вздохнул и закурил сигарету. Луна, мы должны попасть поскорее домой. Этому зверю нужна приличная клетка и немного пищи, а то он подохнет, сказал я. И кроме того, мне понадобятся опилки. Си, си, сказал Луна озабоченно, я никогда не видел, чтобы так обращались с животными, оно полумертвое. Я думаю, мы спасем его, сказал я. Наполовину, по крайней мере, я в этом уверен. Некоторое время мы ехали молча, потом Луна заговорил, «Джерри, ты не возражаешь, если мы остановимся всего на минутку?» Робкость спросил он. «Это по дороге. Я слышал, что кто-то еще может продать дикую кошку». «Хорошо, остановимся, если это по дороге, но надеюсь, эта кошка будет в лучшем состоянии, чем наша». Луна повернул машину с дороги на большую зеленую лужайку. В одном углу стоял ветхий шатер, а возле него маленькая, тоже потрепанная карусель и несколько небольших балаганов, крытых когда-то полосатым, а теперь выцветшим почти белым холстом. Три толстые лоснящиеся лошади паслись поблизости, а вокруг шатра и балаганов, держась с достоинством знающих себе цену специалистов, бегали откормленные собаки. «Что это?» «Похоже на цирк», сказал я Луне. «Это и есть цирк», ухмыляясь, ответил Луна, «только очень маленький». Я с удивлением подумал, как мог, какой бы то ни было цирк, даже маленький, оправдать свое существование в таком отдаленном и маленьком городе, как Аран. Но цирк, по-видимому, процветал, потому что хоть реквизит и обвечал, животные выглядели хорошо. Когда мы вылезли из машины, из-под шатра вынырнул высокий рыжеволосый человек. У него были развитая мускулатура, живые зеленые глаза и сильные холеные руки. Он, по-видимому, был способен с одинаковой сноровкой работать и на трапеции, и со львами. Мы поздоровались, и Луна объяснил цель нашего визита. Хозяин цирка оскладился. «А-а-а, вам нужна моя пума, но предупреждаю вас, я продам ее за большие деньги. Она красавица, только ест слишком много, и я не могу позволить себе держать ее. Заходите, посмотрите, она там. Настоящий черт, скажу я вам, мы с ней ничего не можем поделать». Он подвел нас к большой клетке, в углу которой сидела красивая молодая пума ростом с большую собаку. Она была упитана и вся лоснилась. Лапы ее, как и у всех молодых кошек, казались несоразмерно большими. Шерсть была янтарного цвета, а внимательные печальные глаза красивого зеленого. Когда мы приблизились к клетке, пума приподняла верхнюю губу, показала хорошо развитые молочные зубы и презрительно зарычала. Она была просто божественна. И после заморенного существа, которое я только что купил, смотреть на нее было одно удовольствие, но нащупывая бумажник, я знал, что мне придется отдать за нее уйму денег. За добрым вином, которым нас настойчиво угощал владелец цирка, мы торговали целых полчаса. Наконец я согласился с ценой, которая показалась мне справедливой, хотя и высокой. Мне еще предстояло подготовить для пумы клетку, зная, что она будет в хороших руках, я попросил хозяина подержать пуму у себя до следующего дня и предложил плату за вечернее кормление. Наш благожелательный рыжий друг согласился, и сделка была скреплена еще одним стаканом вина. А потом мы с Луной поехали домой, чтобы попытаться воскресить несчастного оцелота. Когда я сколотил для него клетку, появился один из юных родственников Луны с большим мешком сладко пахнущих опилок. Я достал бедное животное из его вонючего ящика и обработал рану на бедре. Оцелот безразлично лежал на земле, хотя промывание раны причиняло ему должно быть сильную боль. Потом я сделал ему большую инъекцию пенициллина, на что он тоже не обратил никакого внимания. Третьим делом надо было попытаться просушить ему шерсть. Он насквозь пропитался собственной мочой и обожженная кислотой шкура на его животе и лапах уже воспалилась. Все, на что я оказался способен, это буквально засыпать его опилками и тщательно втереть их в мех, чтобы они впитали влагу, а затем осторожно их вычистить. Потом я распутал наиболее отвратительные комки в его мехе и когда я закончил работу, он уже стал немного походить на оцелота, хоть и лежал по-прежнему на полу, ни на что не обращая внимания. Я срезал с него грязный ошейник, положил его в новую клетку на подстилку из опилок и соломы и поставил перед ним чашку с сырым яйцом и мелко нарезанной явил к этому никакого интереса. И сердце моё упало. Наверное, он уже достиг такой стадии истощения, что теперь его не соблазнить никакой едой. В отчаянии я схлочил его за голову и ткнул мордой в сырое яйцо, чтобы заставить хотя бы облизать усы. Но даже это унижение он перенёс безропотно. Однако он всё-таки сел и медленно, осторожно, будто пробуя новое, незнакомое и потому, возможно, опасное блюдо, слезал капающее с губ яйцо. Немного погодя, он посмотрел на чашку так, будто не верил своим глазам. Признаться, я думал, что животное, пережив плохое обращение и голод, впало в транс и уже не верило собственным ощущениям. Я затаил дыхание, а оцелот наклонился и лизнул яйцо. Через тридцать секунд чашка стала чистой, а мы с Луной к радости его юных родственников в восторге танцевали по дворику сложная танго. Дай ему еще, Джерри! Тяжело дыша и растянув рот в улыбке до самых ушей, попросил Луна. Нет, боюсь, сказал я, когда животное в таком плохом состоянии, его можно убить, если перекормишь. Позже я ему дам еще чашку молока, а завтра мы сможем покормить его за день четыре раза, но маленькими порциями. Мне кажется, теперь он пойдет на поправку. Ну и хозяин у него был сволочь, сказал Луна, покачивая головой. Я набрал в себя воздуху и по-испански изложил Луне свое мнение о прежнем владельце оцелота. Никогда не подумал бы, что ты знаешь так много испанских ругательств, Джерри, с восхищением сказал Луна. Ты употребил одно слово, которое даже я никогда не слыхал. У меня были хорошие педагоги, пояснил я, но сегодня вечером, я надеюсь, ты не будешь так ругаться, сказал Луна, сияя глазами. Что такое? Что будет сегодня вечером? Мы же завтра уезжаем, и мои друзья устраивают твою честь осада, Джерри. Они будут играть и петь только очень старые аргентинские народные песни, чтобы ты записал их на своем магнитопоне. Как тебе нравится эта мысль? Нетерпеливо спросил он. Нет ничего на свете, что я любил бы больше, чем осада, сказал я, а осада с народными песнями это мое представление о рае. Примерно в 10 часов вечера один из друзей Луны заехал за нами на своей машине и отвез нас в имение в окрестностях Арана. Площадка для осада находилась в лесочке неподалеку от эстанции. Она была окружена шуршавшими эвкалиптами и пышными кустами олеандр. На вытоптанной полянке видно уже немало танцевали. Длинные деревянные скамьи и столы на козлах освещались мягким желтым пламенем полудюжины керосиновых ламп, а за границей очерченного ими желтого круга серебрился свет луны. Собралось человек пятьдесят. Многих я никогда раньше не видел и мало кому из собравшихся было больше двадцати лет. Они громогласно приветствовали нас, потащили к ловившимся от еды столам и положили перед каждым по большому шипящему куску мяса, только что из жареного на костре. То и дело пускались по кругу бутылки с вином и уже через полчаса мы с луной, набив желудки вкусной едой и согревшись красным вином приобщились к духу компании. Потом эти веселые и приятные молодые люди собрались вокруг меня, внимательно наблюдая, как я колдую с лентами и ручками магнитофона, когда наконец я сказал, что все готово, словно по волшебству появились гитары, барабаны и флеты и все вдруг запели. Они пели и пели и после каждой песни кто-нибудь вспоминал новую и они снова начинали петь. Иногда на середину круга выталкивали робкого улыбающегося юношу, единственного исполнителя какого-нибудь уникального номера и после многочисленных просьб и ободряющих криков он начинал петь. Затем наступала очередь девушки, которая пела приятным грустным голосом. Свет ламп блестел на ее черных волосах и гитары вздрагивали и трепетали под быстрыми смуглыми пальцами музыкантов. Юноши танцевали на выложенной плетняком дорожке и их шпоры высекали из камня искры, чтобы я мог записать стук каблуков, непременную составную часть сложной ритмики некоторых песен. Под веселый приятный мотив они танцевали восхитительный танец с платками, они танцевали танго, не имеющего ничего общего с неуклюжим бесполым танцем, который бытует под тем же названием в Европе. Я пришел в отчаяние, потому что у меня кончилась пленка. А они, крича и смеясь, поволокли меня к столу, заставили пить и есть, и все в круг пели песни еще более красивые. Это были в основном совсем молодые люди, которые умели наслаждаться старыми и прекрасными песнями своей страны, старыми и прекрасными танцами. они чествовали иностранца, которого никогда не видели раньше и которого, наверное, никогда не увидят снова, и их лица светились от восторга, когда я выражал свой восторг. Мы уже веселились вовсю, потом веселье постепенно пошло на убыль, песни стали звучать все тише и тише, и, наконец, наступил момент, когда все вдруг поняли, что вечер кончился и продолжать его было бы ошибкой. С песней, словно стайка жаворонков, они спустились с небес на землю. Раскрасневшиеся, с блестящими глазами, счастливые наши юные хозяева хотели, чтобы обратно в Аран, мы поехали вместе с ними на большом открытом грузовике. Мы забрались в кузов, наши спрессованные тела грели друг друга, и мы были рады этому, потому что ночная свежесть теперь давала себя знать. Грузовик с ревом несся в Аран, из рук в руки переходили бутылки с вином, гитаристы начинали пощипывать струны, взбодренные ночной прокладой мы подхватили припев, и словно хор ангелов шумно несли сквозь бархатную ночь. Я поднял голову и увидел гигантские бамбуки, сплетавшиеся над дорогой освещенные фарами грузовика. Они казались когтями какого-то страшного зеленого дракона, нависшего над нами и готова наброситься на нас, если мы хоть на мгновение перестанем петь. Потом мне в руки сунули бутылку с вином, и когда я задрал голову, чтобы осушить ее, то увидел, что дракон исчез, а на меня смотрит луна, белая, словно шляпка гриба на фоне темного неба. Вампиры и вино летучая мышь вампир часто причиняет здесь большие неприятности, кусая лошадей в загривок. Чарльз Дарвин путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль. Когда мы вернулись из-за рана, гараж переполнился животными. Было трудно перекричать пронзительные невнятные разговоры попугаев, скрипучие крики пенелоп, невероятно громкую трубную песнь кориам, бормотание коати и раздававшийся временами глухой, похожий на отдаленный гром рык пумы, который я огрестил луной в честь луны человека. Фоном всему этому шуму служил постоянный скрежет, доносившийся из клетки агути, который то и дело пускал в ход долотообразные зубы, пытаясь усовершенствовать свои апартаменты. Тотчас по возвращении я стал сколачивать клетки для всех животных, оставив сооружение клетки для луны напоследок, потому что она путешествовала в большом контейнере и располагалась в нем более чем свободно. Всех устроив, я стал делать такую клетку, которая была бы достойна пумы и выгодно оттенял ее грацию и красоту. Не успел я закончить работу, как распевая страстную песню явился крестный отец луны. Он взялся помочь мне разрешить одну головоломную задачу. Надо было перевести луну из ее нынешнего жилья в новую клетку. Боясь, что животное убежит, мы с предосторожности тщательно заперли дверь гаража и оказались запертыми вместе с пумой. Луна человек воспринимал такую ситуацию с тревогой и унынием. Я успокоил его, сказав, что пума будет испугана куда больше нас. Но тут пума заворчала так раскатисто, решительно и злобно, что луна заметно побледнел. И когда я стал убеждать его, что животное ворчит от страха перед нами, он посмотрел на меня недоверчиво. План операции был таков. Подтащить контейнер с пумой к дверце новой клетки, выломать несколько досок, и кошке остается только преспокойно перейти из клетки в клетку. К сожалению, из-за нескольких странной конструкции только что сколоченной клетки, мы не смогли придвинуть контейнер к ней вплотную. Между ними остался зазор дюймов восемь. Недолго думая, я сделал из досок что-то вроде туннеля между двумя ящиками и стал выбивать доски контейнера, чтобы выпустить пуму. Но тут в проеме вдруг мелькнула золотистая лапа величиной сокорок, и на тыльной стороне руки у меня появился красивый глубокий порез. Ага, мрачно сказал Луна, вот видишь, Джерри, это только потому, что она испугалась стука молотка, с притворной беспечностью сказал я со вся руку. Ну, кажется, я выбил достаточно досок, чтобы ей пройти. Теперь нам остается только ждать. Мы стали ждать. Через десять минут я посмотрел в дырку от выпавшего сучка и увидел, что проклятая пума спокойно лежит в своем контейнере, мирно подремывая и не обнаруживая ни малейшего желания перейти по шаткому туннелю в новую, более удобную квартиру. Очевидно, оставалось только одно — напугать ее и тем заставить перебежать из контейнера в клетку. Я поднял молоток и с грохотом опустил его на стенку контейнера. Наверное, мне надо было предупредить Луну. В одно мгновение произошло сразу два события. Пума, неожиданно выведенная из дремотного состояния, подпрыгнула и бросилась в пролом, а от удара молотком с той стороны, где стоял Луна, слетела доска, служившая стенкой туннеля. И в результате, в следующее же мгновение, Луна увидела, как крайне раздраженная Пума обнюхивает его ноги. Он пронзительно завизжал и вертикально взвился в воздух. Такого визга я в жизни не слыхал. Он-то и спас положение. Визг так обескуражил Пуму, что она влетела в новую клетку с быстротой, на которую только была способна. Я тут же опустил и надежно запер дверцу. Луна прислонился к дверей гаража, вытирая лицо платком. Ну, вот и все, весело сказал я. Я же говорил тебе, что это будет несложно. Луна посмотрел на меня испепеляющим взглядом. Ты собирал животных в Южной Америке и Африке? Спросил он наконец. Это правда? Да. И ты занимаешься этим делом уже 14 лет? Да. И тебе сейчас 33 года? Да. Луна покачал головой, словно человек, которому предложили труднейшую загадку. И как тебе удалось прожить так долго? Один бог знает, сказал он. Меня заговорили, ответил я. Кстати, что за причина привела тебя сегодня ко мне, кроме желания схватиться в рукопашню со своей же тезкой? На улице, сказал Луна, все еще вытирая лицо, стоит индеец с Бихо. Я встретил его в деревне. А что за Бихо? спросил я, выходя из гаража и направляясь в сад. Кажется, это свинья, сказал Луна. Но она в ящике, и я ее не рассмотрел. Индеец сидел на корточках, а перед ним стоял ящик, из которого доносилось повизгивание и приглушенное хрюканье. Только представитель семейства свиней способен издавать такие звуки. Индеец оскладился, стянул в себя большую соломенную шляпу, поклонился и, сняв с ящика крышку, вытащил наружу прелестное маленькое существо. Это был очень юный ошейниковый пекарь, обычный вид дикой свиньи, которая обитает в тропиках Южной Америки. Это хуанита, сказал индейец и, улыбаясь, выпустил маленькое существо на лужайку. Издав восторженный виск, оно тотчас принялось жадно все обнюхивать. Я всегда питал слабость к семейству свиней, а против поросят просто не мог устоять, и поэтому через пять минут хуанита была моей за цену вдвое большую ее действительной стоимости с финансовой точки зрения, но в сотню раз меньшую, если иметь в виду ее обаяние и прочее личное качество. Она была покрыта длинной, довольно жесткой сероватой шерстью, а от углов рта вокруг шеи у нее шла ровная белая полоса, которая придавала ей такой вид, словно она носила итанский воротничок. У нее было изящное туловище, вытянутое рыло с прелестным сдернутым пятачком и тонкие хрупкие ножки с точенными копытцами величиной шестипенцевик. Походка у нее была изящная и женственная, ножками она перебирала так часто, что ее копытца стучали мягко и дробно, как дождевые капли. До смешного ручная она обладала самой милой привычкой даже после пятиминутной разлуки здороваться так, словно не видела вас долгие годы, и все эти годы для нее были пустыми и серыми. Радостно взвизгивая, она бросалась навстречу, терлась носом о ноги и буквально упивалась встречей, нежно похрюкивая и вздыхая. Райская жизнь, по ее представлениям, наступала тогда, когда выбрали ее на руки, нянчили, как ребенка, и почесывали ей брюшко. Она лежала на руках, закрыв глаза, и в восторге постукила маленькими зубками, словно миниатюрными кастанетами. Очень ручных и наименее шкодливых животных я по-прежнему удержал в гараже на свободе. А Хуанита вела себя словно благовоспитанная дама, и я разрешил ей тоже бегать по всему гаражу, запирая ее в клетку только на ночь. Забавно было смотреть, как Хуанита ест. Она зарывалась рыло в большое блюдо с едой, а вокруг толпились самые разные твари, кориамы, попугаи, карликовые кролики, пенелопы, которым хотелось поесть из того же блюда. Хуанита вела себя безупречно, она всегда оставляла другим много места возле кормушки и никогда не злилась, даже если хитрая кориама выхватывала лакомые кусочки из-под самого ее пяточка. Только раз я видел, как она вышла из себя. Это случилось, когда один из самых глупых попугаев, придя в крайнее возбуждение при виде блюда с кормом, слетела вниз с радостным криком и сел Хуаните прямо на рыло. Ворча от негодования, она стряхнула его и загнала в угол. Он кричал и трепетал, а она, постояв над ним, угрожающе лязнула зубами и вернулась к прерванной трапезе. Устроив всех новых животных, я нанес визит Эдне, чтобы поблагодарить ее за внимание и заботу, которую она расточала обитателям гаража во время моего отсутствия. Я застал ее с хельмутом у громадной кучи мелкого красного перца, из которого они истряпали соус, изобретенный самим хельмутом. Это пища богов. Добавленная к супу, спер уже глотка сдирала кожу с неба, но придавала блюду вкус совершенно неземной. Я уверен, что любой гурман съел бы постановое от наслаждения даже старый башмак, сваренный и приправленный этим соусом. А, Джерри, сказал хельмут, бросаясь к бару, у меня есть для тебя новость. Вы хотите сказать, что купили новую бутылку джина? спросил я. Ну, это само собой, улыбаясь, мы и знали, что вы возвращаетесь. Я о другом. Известно ли вам, что в конце недели начинается время отпусков? Да, ну и что? А это значит, сказал хельмут, непринужденно и весело наполняя стаканы джинном, что я могу взять вас с собой в горы Калилегуа на три дня. Как вам это нравится? Я обернулся к Эдне. Эдна, начал я. Я люблю вас. Ладно, покорно сказала она, но я хочу получить гарантию, что пума не выскочит из клетки. Следующую субботу утром, когда рассвет еще только-только занимался на небе, меня разбудил Луна. Он просунулся в мое окно и спел немного неприличную любовную песенку. Я вылез из постели, взгромоздил на горб свое снаряжение и при прохладном, словно пробивавшемся сквозь толщу воды свете зари, мы отправились к дому Хельмута. Возле дома стоял табунчик кляч. На их спинок были необычные седла, распространенные на севере Аргентины, глубокие, изогнутые, с очень высокой передней лукой. Сидеть в таком седле удобно, как в кресле. Спереди к седлу прикоплены большие куски кожи, похожие на крылья ангелов. Они отлично защищают ноги и руки, когда приходится ехать через колючие кусты. В предрассветных сумерках лошади со странными седлами были похожи на грустных пегасов, пасущихся на мокрой отрасы траве. Рядом отдыхала группа проводников и охотников, которые должны были нас сопровождать. У них был восхитительно дикий и небритый вид. Одежда им служили грязные бомбачес, большие сморщенные башмаки и громадные драные соломенные шляпы. Они наблюдали, как Хельмут с блестящими от росы пшеничными волосами метался от лошади к лошади и совал в переметные сумы всякие свертки. Хельмут сказал мне, что в сумах уложена наша провизия на все три дня путешествия и обследовав пару мешков, я обнаружил, что наш рацион будет состоять главным образом из чеснока и красного вина, а один мешок набит был громадными кусками нездорового на вид мяса. Сквозь мешковину сочилась кровь, и это могло вызвать неприятное подозрение, будто мы везем разъятый труп. Когда Хельмут счел, что все готово, из дому вышла Эдна. Она была в одном халатике и, прощаясь с нами, дрожала от холода. Мы сели на кляч и быстрой рысью отправились в сторону гор. Они были испещены золотыми и зелеными полосками и укутаны в предрассветную дымку. Сначала мы ехали по тропинке через плантации сахарного тростника. На легком ветерке тростник шелестел и потрескивал. Наши охотники проводники ускакали голопом вперед, а Луна, я и Хельмут ехали рядом на спокойно вышагивавших лошадях. Хельмут рассказывал мне о том, как его австрийцы в 17 лет завербовали в немецкую армию и как он провоевал всю войну сначала в Северной Африке, а потом в Италии и, и наконец, в Германии, потеряв только фалангу одного пальца, он наступил на мину и каким-то чудом остался жив. Луна развалился в своем большом седле, словно брошенная марионетка, и что-то напивал себе под нос. Разрешив с Хельмутом все мировые проблемы и придя к потрясающему своей оригинальностью заключению, что война дело ненужное, мы замолчали и стали прислушиваться к тихому голосу Луны, к хору тростников и к равномерному стуку лошадиных копыт. Привлушенный тонкой пылью, он казался спокойным биением сердца. Вскоре тропа миновала плантации и стала подниматься вверх сквозь настоящий лес. Массивные стволы деревьев, украшенные свисающими орхидеями, стояли связанные друг с другом сетью перекрученных лиан, словно рабы, прикованные к одной большой цепи. Тропа теперь шла по руслу пересохшей реки, я представил себе, какая она бывает в дождливый сезон, усеянному неровными волнами различных размеров. Наши лошади, привыкшие к местным тропам, до сих пор ступали уверенно, но здесь они часто спотыкались, то и дело норовя сбросить нас через голову. Не желая оказаться на земле с разбитыми черепами, мы не выпускали поводьев из рук. Тропа теперь сузилась, и так петляла среди подлеска, что мы трое, следуя гуськом почти вплотную, часто теряли друг друга из виду. И если бы до меня не доносились песни луны и ругательства Хельмута, так он реагировал на каждый неверный шаг своей лошади, можно было подумать, что я еду в полном одиночестве. Так мы ехали около часа, время от времени перекрикиваясь, и вдруг я услышал яростный рев Хельмута, уехавшего довольно далеко вперед. За поворотом я увидел, чем была вызвана его ярость. Тропа в этом месте становилась шире, и справа от нее тянулся овражек глубиной футов шесть. В него-то непонятно каким образом умудрилась свалиться одна из вьючных лошадей. Тропа здесь была более чем широка для того, чтобы избежать такой катастрофы. Лошадь, как мне показалось, с весьма самодовольным видом стояла на дне овражка, а наши диковатые охотники, спешившись, пытались помочь ей выкарабкаться обратно на тропу. Один бок лошади был весь залит какой-то красной жидкостью, которая тягучими каплями стекала вниз. Мне показалось, что лошадь стоит в большой луже крови. Сперва я удивился, как это она могла так сильно пораниться, упав с такой небольшой высоты, но потом понял, что она везла на себя часть нашего винного запаса. Теперь стало ясно, откуда взялись и липкая жидкость, и ярость Хельмута. В конце концов мы вытянули лошадь на тропу, и Хельмут уставился в пропитанный вином мешок, стеная и жалуясь. Проклятая, почему бы ей не упасть на другой бок, туда, где мясо? Что-нибудь случилось? спросил я. Ничего, ответил он, глядя на меня глазами мученика. Все бутылки разбились. Вы знаете, что это значит? Нет, сознался я, это значит, что у нас осталось всего двадцать пять бутылок, сказал Хельмут. Подавленные этой трагедии, мы молча двинулись дальше. Даже Луна, по-видимому, был расстроен утратой и выбирал из своего обширного репертуара только самые траурные песни. Тропа поднималась в гору все круче и круче, наши рубашки почернели от пота. В полдень у небольшого шустрого ручья мы спешились, искупались и легко позавтракали чесноком, хлебом и вином. У приверет такая пища вызвала бы отвращение, но нам голодным такое сочетание блюд казалось изысканным. Мы отдыхали целый час, чтобы дать просохнуть нашим взмокшим лошадям, а потом сели в седла и ехали до самого вечера. Наконец, когда вечерние тени стали длинными и свозь маленькие разрывы в кронах деревьев, мы увидели мерцание золотого заката, подъем кончился. Мы въехали на довольно чистую лесную полянку. Здесь мы присоединились к нашим охотникам, которые уже спешились и расседлали лошадей, а один собрал сухой валежник и раскладывал костер. Тела наши занемели, мы неуклюже спешились, расседлали лошадей, и, подложив под себя седла и толстые попоны из овечьей шерсти, которая называется рекада, прилегли у костра минут на десять. Охотники вытащили из мешков несколько несоблазнительных кусков мяса и стали их жарить, нанизав на деревянные вертела. Вскоре оцепенение немного прошло. Было уже довольно светло, и я решил прогуляться по лесу. Уже недалеко от лагеря листва совершенно заглушило хриплые голоса охотников. Пригибаясь, я лавировал в густом подлеске, рассвещенном закатным солнцем. Над головой время от времени появлялись калибрии, и, трепеща крылышками, повисали перед цветками, чтобы испить на ночь нектара, а маленькие стайки туканов порхали от дерева к дереву, тявкая, словно щенки, или рассматривали меня, склонив голову на бок и скрипя как ржавые дверные петли. Но меня интересовали не столько птицы, сколько поганки, необыкновенное разнообразие которых я увидел вокруг. Никогда ни в одной части света я не видел такого богатства грибов, усеивавших лесную почву, валежник и даже деревья. Они были всех цветов, от винно красного до черного, от желтого до серого и фантастически разнообразны по форме. Минут пятнадцать я бродил по лесу и обошел должно быть целый акр. И за это время на такой большой площади я насобирал в шляпу двадцать пять видов грибов. Некоторые были красные и имели форму венецианских кубков на тонких ножках. Другие все в филигранных отверстиях напоминали маленькие желто-белые изогнутые столики из слоновой кости. Третьи были похожи на большие гладкие шары из смолы или лавы. Черные и твердые они покрывали всю поверхность подгнивших бревен. А иные скрученные и ветвистые как рога миниатюрного оленя были, казалось, изваяны из полированного шоколада. Одни грибы выстроились в ряды словно красные, желтые или коричневые пуговицы на манишках упавших деревьев. Другие, похожие на старые желтые губки, свисали с ветвей и источали ветку и желтую жидкость. Это был макбетовский колдовской пейзаж. И казалось, вот-вот откуда-нибудь появится загбенная морщинистая старая карга с лукошком и станет собирать этот богатый урожай ядовитых поганок. Вскоре стало совсем темно, и я вернулся в лагерь, разложил свои поганки редком и стал рассматривать их при свете костра. Несоблазнительное на вид мясо превратилось к этому времени в самое восхитительное жаркое, поджаристое и шипящее, и все мы отрезали ножами самые вкусные кусочки, макали их в соус Хельмута, он предусмотрительно захватил с собой целую бутылку этого зелья и запихивали в рот. Все это происходило в полной тишине, и только время от времени кто-нибудь рыгал. Мы молча передавали друг другу вино, иногда кто-нибудь наклонялся и осторожно подправлял дрова в костре, чтобы пламя веселей рвалось вверх. Наконец, наевшись до отвала, мы откинулись на свои удобные седла, и Луна, сделав большой глоток из бутылки, взял гитару и стал тихо пощипывать струны. Очень тихо он запел песню, и все охотники подхватили ее сильными красивыми голосами. Я надел свое пончо, эту бесценную одежду, похожую на одеяло с дыркой посередине, плотно завернулся в него, оставив одну руку свободной, чтобы брать путешествовавшую по кругу бутылку, скатал рекада в тепло-удобную подушку и лег, слушая бесконечные песни и наблюдая, как белый диск Луны очень медленно движется сквозь черную путаницу ветвей над нашими головами. Потом вдруг уснул, как убитый. Я проснулся, лежа по-прежнему лицом к небу, которое теперь было бледно-голубым с золотистым оттенком. Вернувшись на бок, я увидел, что охотники уже встали, костер разложен и над ним жарится много мяса. Хельмут сидел у огня на корточках и пил из огромной кружки горячий кофе. «Поглядите на Луну», сказал он, показывая кружкой. «Храпит, как свинья!» Луна лежал со мной рядом, закрывшись пончо с головой. Я высвободил ногу из-под собственного пончо и пнул его в спину. В ответ на мою жестокость раздался жалобный вопль. Затем послышался смешок, а за ним песня. Луна высунул голову в дыру своего пончо, и у него был очень смешной вид. Он был похож на выглядывавшую из-под панциря и поющую черепаху. Немного погодя, подкрепившись кофе и жареным мясом, мы оседлали лошадей и въехали в сырой, влагоухающий от росы и наполненный птичьим гомоном лес. Мои мысли были заняты летучими мышами вампирами. Я понимал, что за несколько дней пребывания в горах поймать действительно интересных животных вряд ли удастся. Но ведь там, куда мы едем, полным-полно летучих мышей. Однажды в этих краях пытались создать плантацию кофе, но оказалось, что из-за вампиров держать здесь лошадей совершенно невозможно, и от замысла пришлось отказаться. Мне очень хотелось познакомиться с вампирами в их, так сказать, вотчине и поймать, если будет возможно, несколько штук, чтобы взять с собой в Европу. Я бы кормил этих тварей кровью кур, а если понадобится собственной кровью или кровью тех добровольцев, которых мне удалось бы подвигнуть на такое дело. Насколько мне было известно, ни в одном европейском зоопарке таких животных не было, и лишь несколько вампиров прижились в Соединенных Штатах. Я боялся только одного, вдруг все вампиры с кофейной плантации перебрались на более тучное пастбище, на плантации им давно уже нечего было есть. Примерно через час мы были у цели, у полу развоившейся однокомнатной хижины с маленькой крытой верандой. Я подумал, что мы прибыли как раз вовремя, не пройдет и полгода, как эта хижина потихоньку развалится. Все охотники Хельмут и Луна обрадовались так, словно перед ними был роскошный отель. Они дружно втащили в хижину свои седла и стали добродушно припираться, кому в каком углу спать на источенном червями полу. Из гигиенических соображений я предпочел устроиться на веранде. Кроме того, с верандой я мог неотрывно наблюдать за деревом, к которому мы привязали лошадей. По моим расчетам, именно на лошадей летучие мыши должны были совершить свое первое нападение. Поев, мы отправились прогуляться в лесу. Я видел многочисленные следы и топира, и ягуара, и других зверей поменьше, но сами животные на глаза нам не попадались. Я переворачивал все гнилые стволы подряд, и мне удалось поймать двух красивых маленьких жаб, древесную лягушку и, ко всеобщему ужасу, кораллового аспида. Когда мы вернулись в хижину, я осторожно сунул всех этих зверей в специальные полотняные мешочки. Поужинав, мы уселись вокруг раскаленных углей прогоревшего костра, и луна, как обычно, стал нам петь. Потом все, кроме меня, ушли на покой в хижину, тщательно прикрыв за собой окно и дверь, чтобы смертоносное дыхание ночи не проникло внутрь. Между прочим, всю предыдущую ночь эти аргентинцы проспали на воздухе без всякого вреда для себя. Я же постелил себе на веранде, приспособив изголовья повыше, чтобы лучше видеть посеребренных лунным светом лошадей, привязанных от меня футах в двадцати. Устроившись поудобнее, я закурил сигарету и, напрягая зрение, стал ждать, когда возле лошадей появятся мыши. Так я просидел часа два, а потом безвольно повалился на постель и уснул. на рассвете я проснулся, страшно недовольный собой, выпутался из пончо и пошел осматривать лошадей. Увидев, что две из них подверглись нападению вампиров, я разозлился еще больше, ведь я храпел всего фута в двадцати от них. Укусы представляли собой неглубокие порезы длиной примерно в полдюйма. Обе лошади были укушены точно в одно и то же место, в шею, примерно на ладонь от холки. Но последствия этих маленьких укусов были ужасны. Слюна вампиров содержит какой-то антикоагулянт, поэтому, когда раздувшиеся мыши улетают, кровь не свертывается и ранки продолжают кровоточить. Конские шеи были все еще в широких полосах свернувшейся крови, несоразмерно огромных по сравнению с ранками. Животных это, казалось, нисколько не встревожило, и они, похоже, были даже немного удивлены моим интересом к ним. Я был уверен, что вампиры прячутся где-то поблизости, и после завтрака поднял всех на поиски. Мы рассредоточились и стали прочесывать лес вокруг хижины, зайдя в глубину примерно на четверть мили, заглядывая во все дупла и пещерки. Это бесплодное занятие мы продолжали до ленча. Вернувшись в хижину, мы обнаружили, что единственными живыми существами, приобретением которых мы действительно могли похвастаться, были 340 черных клещей всех размеров и возрастов, предпочитавших по-видимому запах луны и хельмута, больше других и поэтому сконцентрировавшихся только на них. Луна и хельмут спустились к ручью и разделись. Смыв наиболее цепких клещей стел, они уселись на корточки словно парочка мартышек и принялись вылавливать остальных из складок и швов своей одежды. Я спустился к ручью и объявил им, что еда готова. «Любопытные существа эти клещи», добавил я, между прочим, «очень сознательные паразиты. Наукой уже давно установлено, что они всегда нападают на самых неприятных в экспедиции людей, на пьяниц, дураков, развратников». Луна и хельмут уставились на меня. «Не будет ли вам угодно, полюбопытствовал хельмут, искупаться вон в том водопаде?» «Но вы же должны признать, что в этом есть что-то загадочное. Ни на ком из наших охотников клещей нет, а они, сказал бы я, довольно хорошая приманка для паразитов. Вот на мне же тоже нет. А есть только на вас двоих. Вы знаете старую пословицу о паразитах?» «Какую пословицу?» недоверчиво спросил хельмут. «Рыбак рыбака видит издалека». сказал я и поспешил обратно в лагерь, потому что они уже схватились за башмаки. На солнце было так одуряюще жарко, что, поев, все мы вытянулись на веранде и устроили себе сиесту. Все храпели, словно стадо свиней, а я никак не мог уснуть. Вампиры по-прежнему не шли у меня из головы. Я был страшно раздосадован тем, что мы не нашли их убежище, которое, я был уверен в этом, находилось где-то поблизости. Конечно, я понимал, вампиров здесь могла оказаться всего какая-нибудь пара. В таком случае найти в лесу их убежище было бы в три раза труднее, чем отыскать иголку в стоге сена. Но когда все, бормоча и зевая, проснулись, в голову мне вдруг пришла одна мысль. Я вскочил на ноги и вошел в хижину. Взглянув вверх, я к своей радостью увидел, что в единственной комнате хижины есть деревянный потолок. А это значило, что между крышей и потолком должен быть своего рода чердак. Я поспешил наружу и на фронтоне крыши действительно увидел квадратное отверстие, которое, несомненно, вело в пространство между крышей и потолком. Теперь-то уж я был просто убежден, что чердак битком набит вампирами и стал нетерпеливо ждать, когда охотники соорудят из стволов молодых деревьев лестницу и приставят ее к отверстию. Вооружившись мешком, чтобы складывать пленников и тряпкой, чтобы предохранять руки от укусов, я торопливо взобрался наверх. Следом за мной полез Хельмут, которому я поручил закрывать вход на чердак моей старой рубашкой. Держа во рту электрический фонарик, я протиснулся на чердак и сразу же обнаружил, что деревянный потолок в высшей степени небезопасен. Мне не хотелось обрушиться вместе с потолком в комнату и, чтобы увеличить площадь опоры, я распростерся на нем, как морская звезда. Ползя на животе, как краснокожий разведчик, я начал обследовать чердак. Первым живым существом, которое я увидел, была длинная, тонкая, древесная змея. Она прошмыгнула мимо меня к отверстию, которое караулил Хельмут. Когда я сообщил ему об этом и попросил поймать ее, он скатился с лестницы, отпустив набор сочных австрийских ругательств. К счастью для него, змея нашла в потолке щель, и больше мы ее не видели. Я упрямо пополз дальше, потревожив трех небольших скорпионов, немедленно бросившихся к ближайшим дыркам, и восемь больших отвратительных пауков самого волосатого вида. Эти лишь слегка шевельнулись, попав в луч фонарика, и нерешительно застыли на месте. Но ни малейших признаков летучих мышей нигде не было. Не найдя даже их помета, я был совершенно обескуражен, и уже начал злиться на летучих мышей вообще, и на вампиров в частности, как вдруг луч моего фонарика выхватил из темноты какое-то существо, которое сидело на поперечной балке и злобно на меня смотрело. Я тотчас забыл обо всех вампирах. В светлом круге луча фонарика сидела карликовая сова, птица размером не больше воробья. Она глядела на меня круглыми желтыми глазами с молчаливым негодованием священника, который в середине службы вдруг обнаружил, что органист пьян. У меня есть такое пристрастие к совам всех видов, а карликовых я любил больше всего. Меня, наверное, привлекает их крохотный рост в сочетании с полнейшим бесстрашием. Во всяком случае, я решил во что бы то ни стало добавить эту сову к своей коллекции. Направляя луч фонарика прямо ей в глаза, чтобы она не видела моих движений, я осторожно поднял руку и быстро набросил на нее тряпку. Сова вскрикнула от негодования и дико затрепыхалась, запустив сквозь тряпку в мне в пальцы свои маленькие, но острые коготки. Положив фонарик на пол, я крепко закурил сову в тряпку сунул за пазуху и ради пущей предосторожности застегнулся. Потом еще раз убедившись, что летучих мышей на чердаке нет, я стал пробираться обратно к выходу. Совой за пазухой ползти на животе было по меньшей мере трудно, и мне пришлось пропутешествовать на спине. Это дало мне возможность превосходно рассмотреть пауков. Теперь они казались мне величиной суповую тарелку, и каждый из них был готов свалиться на меня при любом моем неосторожном движении. Потрясенный страшным видом, я старался держаться подальше от самых больших и самых волосатых. Наконец я добрался до отверстия и выкарабкался на свет. К моему удивлению, поимка карликовой совы потрясла и восхитила охотников. Я ничего не понимал, пока мне не объяснили в чем дело. В Аргентине существует всеобщее поверье, что стоит заполучить эту маленькую птичку, и вам привалит счастье в любви. Это был ответ на вопрос, который занимал меня вот уже несколько недель. В Буэнос-Айресе на птичьем рынке я увидел карликовую сову в клетке, и владелец запросил за нее цену настолько фантастическую, что я хохотал над ним, пока не понял, что он в самом деле хочет получить такие деньги. Торговаться он отказался, когда я отошел, не купив птицу, он даже бровью не повел. Через три дня я пришел снова, решил, что теперь продавец будет более покладист, и узнал, что он продал свою сову и именно за ту цену, которую просил за нее. Это показалось мне невероятным, и я никак не мог придумать удовлетворительного объяснения. Но теперь я понял, что цену мне перебил какой-нибудь деревенский парень, домогавшийся девичьей любви. Мне оставалось только пожелать, чтобы сова принесла ему счастье. Это была наша последняя ночь в горах, и я решил, во что бы то ни стало, поймать вампира, если он хоть чуть-чуть погалеплет ночной воздух. Я даже решил использовать самого себя вместо приманки. Это, кстати, позволило бы мне проверить, правда ли укус вампира безболезнен, как об этом говорят. Когда все отправили свой безвоздушный будуар, я приготовил себе постель как можно ближе к лошадям, но не настолько близко, чтобы отпугнуть мышей, и завернулся в пончо, оставив одну ступню наружу. Я где-то читал, что вампиры очень любят человеческие конечности, и особенно большие пальцы ног. Во всяком случае, это была единственная часть тела, которое я был готов пожертвовать во имя науки. Так я и лежал в лунном свете. Вглядываясь в лошадей, моя ступня замерзала все больше и больше, я начал бояться, а вдруг замерзший большой палец человеческой ноги не понравится вампирам. Из темного леса доносили слабые звуки ночи. Миллионы цикад без конца плотничали в подлеске, стучали, пилили, ковали крошечные подковы, практиковались в игре на тромбоне, щипали струны арфы и учились пользоваться маленькими пневматическими дрелями. на верхушках на верхушках деревьев хрипло, словно мужской хор, готовящийся к концерту, прочищали свои глотки лягушки. Все, в том числе и моя ступня, было великолепно освещено луной, и только летучих мышей нигде не было видно. В конце концов у меня появилось такое ощущение, словно мою левую ступню отправили со скотом на полюс и бросили там. Я втянул ее под теплое пончо и выставил вместо нее правую ногу. Лошади, залитые лунным светом, тихо стояли с опущенными головами, изредка перемежая тяжесть тела с одной пары ног на другую. Желая размять ноги, я встал и заковылял к лошадям, чтобы рассмотреть одну из них не укусили. Я вернулся на место и продолжил самоистязание. Чего только я не делал, чтобы не заснуть. Без конца курил сигареты под пончо, составлял в уме в алфавитном порядке списки всех южноамериканских животных, которые только приходили мне на ум. И когда все это уже помогать перестало, я начал засыпать, я стал думать о превышении своего кредита в банке. это последнее средство, разгоняется он успешнее всего. К тому времени, когда рассвет стал одолевать черноту неба, сна у меня не было ни в одном глазу. Но зато появилось такое чувство, будто в росте национального долга виновен лишь я один. Как только стало достаточно светло, чтобы видеть без фонарика, я заковылял к лошадям, желая осмотреть их для успокоения совести. И не поверил своим глазам, шеи двух лошадей были разрисованы алыми полосками крови. Ведь я не спускал глаз этих лошадей, великолепно залит их лунным светом всю ночь, и дал бы голову над сечением, что ни одна летучая мышь какого бы то ни было вида не появлялась возле лошадей и за сотню ярдов. Сказать, что я был огорчен, это значило бы выразиться слишком мягко. Мне казалось, что мои ноги могут отвалиться от одного прикосновения к ним. Страшно болела голова, и вообще я чувствовал себя как соня вытащенная из норы в середине октября. Луна и Хельмут, когда я разбудил их, решили, что это справедливое возмездие за мои плоские шуточки по поводу паразитов. И только позавтракав в унылом, полусомномбулическом состоянии и приступив к третьей чашке кофе, я вспомнил одну вещь, которая взволновала меня чрезвычайно. В своем стремлении поймать летучих мышей и испытать на себе воздействие их укусов, я совершенно забыл, что вампиры могут быть носителями бацилл бешенства. Если бы вампир меня укусил, то мне пришлось бы пережить по меньшей мере интересные последствия. Вакцина против бешенства чрезвычайно болезненна. И пока ты не окажешься вне опасности, в тебя будут вкачивать ее в огромных количествах. Я не знаю, необходимо ли это, или просто врачи имеют долю в доходах фабрикантов вакцины, но я знаю одно. От людей, испытавших это удовольствие, что такая процедура очень неприятна. Шансов получить бешенства от вампира именно в этой местности было немного, но даже в этом случае следовало бы подумать о грозившей мне профилактической инъекции. Всякий, кто читал описание страдания от бешенства на последних стадиях развития болезни, кинулся бы поспешно в ближайшую больницу. Итак, без мышей, но зато неукушенной, и с моей драгоценной карликовой совой, которая сидела в маленькой бамбуковой клетке, болтавшейся у меня на шее, и отправился обратно в Калилегуа. Когда мы добрались до плантации стахарного тростника, уже наступили зеленоватые сумерки, и тела наши болели от усталости. Даже луна, ехавши впереди, пел все тише и тише. Наконец, мы увидели огни в доме Хельмута, А когда одеревеневшие потные и грязные мы спешились и вошли в дом, нас встретила Эдна, свежая и милая, и подли нее на столе стояли три большущих стакана с ледяной смесью джина и кока-колы. Полный вагон Бихос В заключение замечу, что, на мой взгляд, для молодого натуралиста не может быть ничего лучше путешествия в дальние страны. Чарльз Дарвин Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль. Во время своих поездок по свету я встречал много любопытных и интересных людей. Если бы мне надо было составить их список, то под первыми номерами шли бы в нем два человека, которых я встретил во время последних десяти дней моего пребывания в Калилегуа. Однажды утром ко мне пришел Хельмут и сказал, что ему надо съездить по своим делам на эстанцию неподалеку от Калилегуа и что там рядом есть другая эстанция, управляет которой человек, державший, как ему сказали, прирученных животных. По дороге Хельмут рассказал мне кое-что об этом человеке. Я никогда не видел его, но все местные жители говорят, что он происходит из очень знатной европейской семьи. Они говорят, что ему приходилось принимать у себя королей и принцев, когда его отец был премьер-министром одного из балканских государств. Я не знаю, правда ли это. Вы понимаете, Джерри, как рождаются слухи в провинции. Начинаются разговоры о вашем прошлом, и если ничего придумать не могут, то просто говорят, что вы не состоите в браке со своей женой, что вы пьяница или что-нибудь в этом роде. «Да, я знаю, как это бывает», сказал я. «Однажды я жил в уютной английской деревушке, где нельзя было заговорить с любой женщиной в возрасте от семи до семидесяти лет, чтобы тебя не обвинили в изнасиловании». «И все же», философски заметил Хельмут, «если у него есть для вас животные, то кому какое дело, что он собой представляет». Проделав двухчасовой путь, мы свернули шоссе и направились по ухабистому проселку через плантацию сахарного тростника. Вскоре мы подъехали к красивому небольшому одноэтажному дому, утопавшему в хорошо ухоженном саду. На газоне валялись детские игрушки, конь-качалка и стрепанный плюшевый мишка. В суметном мелком бассейне для детских игр плавала маленькая яхта, сильно накренившаяся на правый борт. «Вот мы и приехали», сказал Хельмут, «выходите, я заеду за вами часа через два, ладно?» «Ладно», согласился я, выходя из машины, «а как зовут этого человека?» «Капораль», сказал Хельмут и уехал, окутав меня тучей пыли. Высморковшись, чтобы избавиться от пыли, забившись в нос, я деловито похлопал в ладоши, а потом открыл калитку и пошел к дому. Когда я подходил к широкой веранде, из-за угла дома появился человек. Он был высок, хорошо сложен и одет в обычный костюм. Сморщенные сапоги, бомбачес до колен, грязную рубашку и видавшую виды шляпу с широкими полями. Буэнос-Диэс, сказал он, приближаясь. Буэнос-Диэс, я хочу видеть сеньора Капараля. Он дома? спросил я. Он подошел ко мне и снял шляпу. Я Капараль, сказал он и протянул руку, щелкнув каблуками и слегка поклонившись. Жест этот был не театральным, а скорее заученным. У человека было тонкое смуглое лицо, и с черных глаз случилась доброта. Под орлиным носом он носил холеные, тщательно подстриженные усы, но щеки и подбородок его заросли черной щетиной. Вы говорите по-английски? спросил я. Да, конечно, ответил он тотчас безупречным произношением, которому его научили, должно быть еще в школе. Я говорю не очень хорошо, но разговор вести могу с удовольной свободно. Но почему мы здесь стоим? Пожалуйста, зайдите и выпейте кофе. И он указал мне на дверь, которая вела в небольшую комнату, служившую одновременной гостиной и столовой. Пол был тщательно натерт и услан пестрыми веселыми циновками местного плетения. Немногочисленная мебель была отполирована и блестела. Он, заглянув в другую комнату и крикнул, Мария, будьте любезны кофе на двоих и улыбаясь обернулся ко мне. Для меня это большое удовольствие, искренне сказал он. Мне очень редко выпадает возможность попрократиковаться в английском, но сначала извините, я вас ненадолго покину. Сейчас будет готов кофе, вот сигареты, чувствуйте себя как дома. Он поклонился и вышел. Я машинально взял сигарету и вдруг с удивлением заметил, что шкатулка, в которой были сигареты, сделана из серебра, а на крышке у нее вычеканен сложный и красивый узор. Глядя в комнату, я заметил еще несколько серебряных предметов. Прелестную вазу на тонкой ножке, полную красных цветов гибискуса, на бушете пару подсвечников прекрасной работы, а между ними массивную вазу для фруктов, которая, по-видимому, весила не менее двух фунтов. Я подумал, что рассказы о Капарале не лишены основания, так как эти серебряные предметы были сделаны не в Аргентине и стоили уйму денег. Хозяин вернулся поразительно быстро. Он успел умыться, побриться и надеть чистые бомбачи с ботинки и рубашку. Теперь я могу принять вас как следует, улыбаясь козелон, когда прислуга индианка внесла в комнату поднос с кофе. Чем я могу быть вам полезен. Я объяснил, что у меня есть собственный зоосад на Ченнел Айлс и что я приехал в Аргентину собирать для него животных. Это его очень заинтересовало. Оказалось, что до совсем недавнего времени у него было несколько ручных животных, которыми забавлялись его дети, но так как животные подросли и стали небезопасны, то он отослал их в зоопарк Буэнос-Айрес. Это случилось всего за три дня до моего приезда в Жужуй, так что можно представить себе, как я расстроился. У меня было два нанду, сказал он с улыбкой, увидев мрачное выражение моего лица. Майконг, оцелот и пекари. Я очень сожалею, что отослал их, если бы я знал, что вы приедете. «Ничего, ничего», сказал я. «Но если вы что-нибудь достанете в течение ближайших десяти дней, пошлите за мной в Калилегу или напишите, и я приеду». «Конечно», сказал он, с превеликим удовольствием. Он налил мне кофе, и мы переменили тему разговора. У него были самые безукоризненные манеры, и вид человека, который привык не только свободно располагать деньгами, но и занимать высокие посты. Он все больше и больше удивлял меня, но у него были слишком хорошие манеры, чтобы говорить о самом себе, и поэтому он старался выбирать для разговора такие темы, которые, как ему казалось, меня интересовали. Воспользовавшись затишием в разговоре, я спросил его, «Простите меня, но я все время смотрю с восхищением на ваши подсвечники, они очень красивые, я никогда раньше не видал таких». Лицо его радостно вспыхнуло, «О, да, они очень хороши», сказал он, посмотрев на подсвечники, «это все, что мне удалось сохранить от прежней жизни, приятно иметь несколько вещиц, напоминающих о прошлом», добавил он, помолчав, «какие охоты мы бывало устраивали, вы не противник охоты? нет, я не противник охоты», признался я, «если животных не истребляют без разбора». Глаза его заблестели, «может быть», нерешительно спросил он, «вы хотите посмотреть фотографии?» Я сказал, что с удовольствием посмотрел бы фотографии, он быстро вышел в другую комнату и вскоре вернулся с большой красиво инкрустированной дубовой шкатулкой, которую поставил на пол. Открыв крышку, он высыпал на ценовку большую кипу фотографий, которую быстро перемешал. Он вытаскивал из кипы фотографию за фотографией, взволнованно совал их мне в руки. Ему они напоминали об охотах, которые он не мог забыть, но люди, изображенные на фотографиях, для него почти ничего не значили. Вот это, большой кабан, которым мы застрелили. Это было во время охоты, устроено для шведского короля. Видите, какое великолепное животное. Стрелять его было просто жаль. Поглядите, какие клыки! На фотографии был чудовищный кабан, лежавший на земле. Верхняя губа его презрительно поднималась над большими клыками, а позади него, позируя, стоял с ружьем в руке шведский король. Мы рассматривали фотографии около часа, фотографии, в которых парадом проходили животные, короли и знаки. Потом наконец я вытащил из кипы большую фотографию, на которой была огромная столовая, отделанная деревом. Над длинным столом, уставленным серебром и хрусталем, висели люстры, похожие на молодые перевернутые елки. За столом сидели красиво одетые мужчины и женщины. Во главе стола я увидел пожилого человека, справа от которого восседал какой-то усыпанный драгоценностями индийский властелин в тюрбане. «Ах!» сказал он небрежно. «Это был банкет, который мы дали в честь Магараджи. Лучше посмотрите на этих косуль, какие великолепные рога!» Скорее я услышал гудок машины Хельмута и неохотно поднялся, чтобы уйти. Мой хозяин сунул фотографии обратно в шкатулку и закрыл крышку. «Простите», сокрушенно сказал он, «что я досаждал вам своими фотографиями. Если бы моя жена была здесь, она казала бы вам более достойный прием». Я запротестовал, сказав, что хорошо провел время. На языке у меня вертелся один вопрос, задать который я не решался, так как боялся, что это будет проявлением невоспитанности. «Скажите, сеньор Капараль», сказал я, «а вы никогда не скучаете по своему прошлому? После такой великолепной жизни, когда у вас были деньги, охота и влиятельные друзья, не находите ли вы Аргентину, ну, скажем, немного скучной?» Он посмотрел на меня и рассмеялся. «Сеньор Даррелл», сказал он, «то, что я вам показал, давно прошло как сон. В свое время это было великолепно, но теперь у меня новая жизнь. Я коплю деньги, чтобы послать своих детей учиться в Буэнос-Айрес, и у меня останется еще немного средств, чтобы купить небольшую станцию для себя и жены, когда дети подрастут. Что же мне еще желать?» Я задумался над его словами, а он, улыбаясь, наблюдал за мной. «А вам нравится ваша работа?» спросил я. «Вы управляющий этой инстанцией?» «Конечно», ответил он, «это гораздо лучше того, чем я занимался сразу же после своего приезда в Аргентину». «А что это была за работа?» полюбопытствовал я. «Я кастрировал быков в кордобе», хихикнув, сказал он. «Я вышел и, начиненный мыслями, сел к Хельмуту в машину. Мне удалось провести два часа с весьма необыкновенным человеком, по-настоящему счастливым и совершенно неозлобленным. Моя коллекция животных уже так разрослась, что один только уход за ней отнимал весь день. Я уже не мог сбегать на 3-4 дня, и оставлять моих животных на бедную Эдну. Кроме того, я был занят изготовлением клеток для тех зверей, которые до сего времени разгуливали на свободе или сидели на привязи. Пора было подумать об отъезде. Сначала я хотел отправиться со своей коллекцией в Буэнос-Айрес самолетом, но когда я получил смету расходов, мне показалось, что над ней поработало королевское астрономическое общество, привыкшее имя дело со световыми годами. Значит, о самолете не могло быть и речи. Ехать в поезде два дня и три ночи удовольствие небольшое, но другого выхода не было. Чарльз, несмотря на множество собственных забот и волнений из-за жены, которая лежала в больнице, устроил все с присущей ему быстротой и сноровкой. А я стучал себе в саду молотком и пилил, готовя клетки для путешествия в поезде и не спускал глаз животных, которые еще не были в заперти и могли набедокудить. Самыми большими среди них были Куати, Марта и Матиас. Они сидели на привязи под деревьями. Я очень люблю Куати, хотя и знаю, что не все разделяют мое пристрастие к этим очаровательным животным. Я нахожу что-то очень трогательное в их длинных шершавых носах со скошенными кончиками, в их пальцах, торчащих в разные стороны, как у голубей, в их медвежьей походке и манере держать трубой полосатый хвост, похожий на пушистый восклицательный знак. На воле они держатся довольно большими стаями. Бродя по лесу, они переворачивают стволы упавших деревьев и камней, обнюхивая каждый укромный уголок и каждую щель своими носами, похожими на пылесос, потому что пищей может служить все, от жуков до птиц, от фруктов до грибов. Как и большинство мелких стайных млекопитающих, они общаются друг с другом с помощью богатого набора всяких условных звуков, и я уверен, что беседы стаи каати заслуживают специального изучения. Массиес, при мне, по целому часу издавал всякие птичьи писки и трели. Обследуя гнилое бревно или камень и учуя сочного жука или слезняка, он начинал похрюкивать на разные лады, перемежая это хрюканье с странным чавкающим шумом, который он издавал, обычно быстро щелкая зубами. В ярости он неистово езжал, трясясь всем телом, как в лихорадке, и кричал так протяжно и пронзительно, что едва выдерживали барабанные перепонки. Обоих каати я привязывал на очень длинных сворках к деревьям. Когда они заканчивали обкопку и обследование каждой щепки и камня на всей площади, которую им позволял охватить поводок, я привязывал их к другому дереву. Всякий раз при этом Матиас поначалу тратил минут десять на то, чтобы обозначить свои новые владения пахучими выделениями железы, которые находятся у него у основания хвоста. Он торжественно ходил по округу с выражением крайней сосредоточенности на морде и через определенные интервалы присаживался, чтобы потереться задней частью тела, а понравившийся ему камень или палку. Проделав эту операцию, которую у Кати равнозначно поднятию флага над завоеванной территорией, он держался уже свободнее и с чистой совестью начинал охоту за жуками. Если какой-нибудь из местных псов неосторожно приближался к территории Кати, то второй раз этого он больше никогда не делал. Кати медленно шел навстречу собаке, угрожающей, стуча зубами, держа хвост трубой и раздуваясь вдвое против обычных размеров. Подойдя к собаке, он вдруг странно переваливаясь пронзительными оглушающими воплями бросался вперед. Эти мерзкие звуки сбивали спесь с любой не очень храброй собакей, и она поспешно отступала. А Матиас, спокойно попискивая и повизгивая, пускался по кругу, чтобы снова обозначить свои владения. Во время таких сцен Марта сидела, натянув до отказа цепочку, с обожанием наблюдала за Матиасом и повизгивала, чтобы подбодрить его. Все остальные животные чувствовали себя превосходно. Растолстевшая Хуанита с каждым днем становилась все более очаровательной и вовсю помыкала попугаями. Мои драгоценные желтоголовые Ара чуть не довели меня до сердечного приступа, когда я увидел, что они хереют с каждым днем. В конце концов совершенно случайно я обнаружил, что они не больны, а по какой-то неизвестной причине хотят спать по ночам в ящике. Как только им дали спальный ящик, их аппетит улучшился, и они стали поправляться. Маленькая дикая кошка уже совсем примирилась с неволей и так самозаввенно играла с пестрым домашним котенком в прятки и еще в одну изобретенную ими самими игру, которую можно было бы назвать за души своего соседа, что я начал беспокоиться, удастся ли мне довезти их живыми до Буэнос-Айреса, не говоря уже об Англии. Пума-Луна немного остепенилась и даже позволяла мне почесывать у себя за ушами, довольно урча при этом. Бедный околевавший от голода оцелот теперь лоснился от сытости. Его голодная апатия прошла и он стал самим собой. Свою клетку он считал святилищем и поэтому чистка его клетки и кормление были делом весьма опасным, так иногда платят за доброту. Среди новых животных были два самых очаровательных представителя обезьяньего племени парочка дурукули. Их поймал в лесу охотник-индеец. Это был очень хороший охотник, но, к сожалению, я заплатил ему за обезьян слишком щедро. Ошарашенный полученной суммой он удалился в деревню и с тех пор беспробудно пил. Поэтому обезьяны были последними животными, которых я от него получил. Это целое искусство платить за животное правильную сумму. Заплатив слишком много, вы рискуете легко потерять хорошего ловца, потому что между вашим лагерем и лесом всегда найдется много лавок с выпивкой, а ловцы пользуются славой людей слабовольных. Дурукули единственные обезьяны в мире, ведущие ночной образ жизни и уже с одной этой точки звенья заслужат всяческого внимания. А если к этому добавить, что они похожи на помесь совы и луна, что из всех обезьян они самые ласковые, что много времени проводят, заключив друг друга в объятия и обмениваясь самыми, что ни на есть человеческими поцелуями, то можно себе представить, насколько они неотразимы. Во всяком случае, для меня. У них огромные, типичные для ночных животных глаза и белая с черной опушкой лицевая маска. рот у них такой формы, что все время ждешь, вот-вот на их губах появится печальная, немного жалкая улыбка. Спины и хвосты у них приятного зеленовато-серого цвета, а на груди пушистые большие манишки, от бледно-желтого до темно-оранжевого цвета, в зависимости от возраста. На улице обезьяны, как и коати, живут стаями по 10-15 штук и обычно молча прыгают с дерева на дерево. Издают звук и они только во время еды, разговаривая между собой при помощи какого-то громкого бульканья, птичьего щебета, кошачьего мяуканья, свиного хрюканья и змеиного шипения. Впервые я услышал их разговор в темном лесу и стал принимать их за разных животных по очереди. Потом я запутался в конец и решил, что открыл явление неизвестной науке. Я нередко выковыривал из подгнивших пальм крупных красных жуков и баловал ими своих дурукулей. Они очень любят этих насекомых. Завидев лакомство, они жадно протягивали руки и широко раскрывали глаза, трепеща и возбужденно вскрикивая. С неуклюжей грацией ребенка, берущего конфету, они хватали вырывавшихся жуков прямо у меня из рук и грызли их, то и дело прерывая это занятие, чтобы исторгнуть из себя радостный крик. Проживав и проглотив последний кусочек, они, чтобы убедиться, что ничего уже не осталось, тщательно рассматривали с обеих сторон сначала собственные руки, а потом руки друг друга. Убедившись, что ни кусочка не осталось, они обнимались и минут пять страстно целовались, как бы поздравляя друг друга. Незадолго перед отъездом у меня, благодаря Луне, состояло знакомство с одним любопытным человеком. Однажды утром Луна пришел и сказал, что едет по делу за несколько миль от Калилевуа. В деревне, которую ему предстояло посетить, живет по слухам один человек, интересующийся животными и даже приручающих их. Я узнал только, что его зовут Коко и что все называют его Локо, дурачок, сказал Луна. Но, может быть, ты хочешь поехать и познакомиться с ним? Хорошо, сказал я, ничего не имею против того, чтобы хотя бы на время бросить свою хлопотную плотницкую работу. Только подожди, пока я накормлю животных. Ладно, ответил Луна и, почесывая брюхо Хуанити, терпеливо лежал на лужайке, пока я заканчивал свой обычный урок. Деревня оказалась большой и беспорядочно застроенной. У нее был странный мертвенный вид. Бревенчатые дома содержались плохо и были грязные. Кругом было пыльно и уныло. Какой здесь знали, видимо, все, потому что, когда мы спросили в местном баре, где он живет, поднялся лес рук, все заулыбались и заговорили «А, Коко!» словно речь шла о деревенском дурачке. Следуя в указанном направлении, мы довольно легко отыскали дом Коко. Очень примечательно, что по сравнению с остальными домами деревни, он был ослепительно чист и сверкал, как драгоценный камень. Через опрятный палисадник крыльцу вела настоящая дорожка из гравия, аккуратно выровненного граблями. Мне очень захотелось познакомиться с деревенским дурачком, живущим в таком чистеньком доме. Мы похлопали в ладоши и появилась хрупкая смуглая женщина, похожая на итальянку. Она оказалась женой Коко и сказала, что его нет дома, днем он работает на лесопилке. Луна объяснил, чего я хочу, и лицо женщины просветлело. О, я пошлю за ним кого-нибудь из детей, сказала она. Он никогда не простит меня, если не встретится с вами. Пожалуйста, пройдите, подождите немного в саду, он придет через минуту. Сад за домом был так же ухожен, как и палисадник, и в нем, к своему удивлению, я увидел два добротно сделанных и просторных вольера. Я с интересом заглянул в них, но они оказались пустыми. Запыхавшийся Коко прибежал очень скоро. Он остановился перед нами и снял соломенную шляпу. Это был невысокий, хорошо сложенный человек с угольно-черными курчавыми волосами, густой-черной, необычной для Аргентины бородой и тщательно подстриженными усами. Его черные глаза горели от волнения, когда он протянул свою красивую смуглую руку мне и Лунин. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» сказал он. «Простите, я не очень хорошо говорю по-английски. У меня не было возможности практиковаться». Меня поразило, что он вообще может говорить по-английски. «Вы даже не представляете себе, что это значит для меня», возбужденно говорил он, пожимая мне руку. «Поговорить с кем-нибудь, кто интересуется природой. Если бы моя жена не послала за мной, я никогда бы не простил ей. Я не верил своим ушам, когда сын сказал мне, что меня хочет видеть англичанин, к тому же интересующийся животными». Он улыбался мне, с его лица не сходило выражение благоговения перед случившимся чудом. Можно было подумать, что я явился к нему, чтобы предложить ему пост президента Аргентины. Меня приветствовали словно ангела, только что спустившегося с небес. Я был так ошеломлен этим, что почти потерял до речи. Сведя вместе двух одержимых, Лун очевидно решил, что выполнил свою миссию. «Ну, сказал он, я пойду поработаю, увидимся позже». Он удалился, напивая себе под нос, а Коко взял меня под руку так осторожно, словно трогал хрупкое крыло бабочки и повел по ступенькам в дом. Его жена приготовила чудесный, очень сладкий лимонад, мы сидели за столом и пили его, а Коко занимал меня разговором. Он говорил не спеша, спотыкаясь на трудных английских оборотах. Узнав, что я знаю испанский достаточно хорошо, чтобы следить за смыслом, он иногда переходил на свой родной язык. У меня было такое чувство, будто я слушал человека, которому после многих лет немоты вернулся дар речи, он очень долго жил в собственном замкнутом мире, потому что ни жена, ни дети, никто в грязной деревушке не мог понять его интересов. Он не верил своим глазам, вдруг откуда-то явился человек, который может согласиться с ним, что какая-нибудь птица красива, а животное интересно, человек, который, наконец, наяву может говорить с ним о его сокровенном, ведь никто из окружающих не понимает этого языка. В течение всего разговора он смотрел на меня растерянно. На его лице были и благоговение, и страх. Благоговение от того, что я сижу перед ним, а страх от того, что я могу вдруг исчезнуть, как мираж. «Больше всего я занимаюсь с изучением птиц», сказал он. «Я знаю, что по птицам Аргентины имеются справочники, но кто знает о них хоть что-нибудь? Кто знает об их брачных играх, о строении гнезд? Кто знает, сколько яиц они кладут, сколько у них бывает выводков, мигрируют ли они? Ничего об этом не известно, а это главная проблема. И в этой области я стараюсь помочь науке как только могу. «Это главная проблема во всем мире», сказал я. «Мы знаем, какие существа есть на свете, вернее, большую часть их, но ничего не знаем об их повседневной жизни. Не хотите ли вы пойти в комнату, где я работаю? Я называю ее кабинетом», пояснил он и добавил умоляющим о пощаде голосом. «Он очень маленький, но это все, что я могу себе позволить». Я с удовольствием посмотрю его, сказал я. Все еще волнуюсь, он повел меня к маленькой пристройке. Дверью была на крепких запорах, доставая ключ, он улыбнулся. «Я никого не пускаю сюда», объяснил Они ничего не понимают. До сих пор меня поражал энтузиазм каком, когда он говорил о жизни животных. Но теперь в его кабинете я был более чем поражен. Я не мог вымолвить ни слова. Кабинет был фото восемь на шесть. В одном углу стоял шкаф с удвижными ящиками. В нем помещалась коллекция тушек птиц и мелких млекопитающих, яйца различных птиц. Была в кабинете и длинная низкая скамья, на которой Коко набивал чучело, а рядом с ней грубо сколоченный стеллаж, на котором стояло четырнадцать томов естественной истории, частью на испанском, частью на английском языках. Под маленьким окном стоял мольберт с незаконченной акварелью птицы, тушка которой лежала тут же на ящике. И это сделали вы? Недоверчиво спросил я. Да, робко ответил он, видите ли, у меня нет кинокамеры, и это единственный способ запечатлеть оперение птиц. Я внимательно смотрел на незаконченную акварель. Выполнена она была великолепна. Тонкие линии, поразительно точный цвет. Я говорю поразительно, потому что рисовать птиц, занятие для натуралиста самое трудное, а это была работа, почти не уступающая творениям лучших современных художников-натуралистов. Видно было, что это работа человека неопытного, но сделана она была с такой дотошной точностью и любовью, что птица на листе получилась как живая. Я взял птичку, чтобы сравнить ее с изображением, и увидел, что оно было гораздо лучше многих, которым не доводилось видеть в книгах о птицах. Коко достал большую папку и показал мне другие свои работы. У него было около сорока изображений птиц, в основном парных, если оперения самки и самца отличались, и все они были так же хороши, как и первый. «Это удивительно хорошо», сказал я. «Вы должны с ними что-то сделать». «Вы так думаете?» с сомнением спросил он, глядя на рисунки. «Я послал несколько штук директору музея в Кордобе, и они понравились ему. Он сказал, что из них можно составить небольшую книгу, когда их накопится достаточно, но я сомневаюсь в этом. Я знаю, как дорого обходится такое издание». «Я знаком с руководителями музея в Буанас-Айресе», сказал я. «Я поговорю с ними о вас. Я ничего не гарантирую, но, возможно, они окажут вам помощь». «О, это было бы чудесно», сказал он. Глаза его блестели. «Скажите», спросил я, «Вам нравится работа на лесопилке?» «Нравится?» недоверчиво переспросил он. «Нравится моя работа?» «Сеньор, она выматывает мне душу, но мне надо на что-то жить. Я экономлю, и у меня еще остается немного денег на краски. Я коплю деньги на покупку небольшой кинокамеры, потому что, как бы ни был искучен художник, есть у птиц некоторые повадки, которые можно запечатлеть только на пленке. Но кинокамеры очень дорогие. Я боюсь, что пройдет много времени, пока я смогу себе позволить такую покупку». Он почти целый час торопливо и энергично рассказывал мне, что он сделал и что еще надеется сделать. Мне приходилось напоминать себе, что передо мной человек, который работает на лесопилке. Если бы я разыскал какого-нибудь на окраине Буэнос-Айреса, это не было бы удивительным, но встретить его здесь, в этом глухом углу, было все равно, что встретить единорога на Пикадиллии. Он рассказывал о своих материальных затруднениях, но ни в словах его, ни в голосе не было даже намека на просьбу о помощи. Он просто с наивностью ребенка делился своими затруднениями с человеком, который поймет его и разберется в его заботах. Я, скорее всего, казался ему миллионером, и все же я знал, что стоит мне предложить ему деньги, я перестану быть его другом и превращусь, как и житель деревни, в человека, который ничего не понимает. Самое большее, что я мог для него сделать, это обещать поговорить с руководителями музея в Буэнос-Айресе, ведь хорошие рисовальщики птиц встречаются нечасто. Дать ему свою визитную карточку и сказать, что если ему надо купить в Англии что-нибудь такое, чего нельзя приобрести в Аргентине, то пусть он даст мне знать, и я вышлю ему все, что потребуется. Когда, наконец, Луна вернулся и пришло время уезжать, Кокол попрощался со мной, как ребенок, которому дали поиграть новой игрушкой, и тут же отняли ее. Он стоял посреди пыльной улицы, глядя след от машины и все время переворачивал мою визитную карточку, словно это был какой-то талисман. К сожалению, по дороге в Буэнос-Айрес я потерял адрес Коко и обнаружил эту потерю уже в Англии. Но у Коко был мой адрес, я думал, что он напишет мне и попросит выслать какую-нибудь книгу о птицах или рисунки, но я так и не получил ни строчки. Тогда я сам написал ему открытку, я послал ее в Калилегу Чарльзу, а тот отвез ее Коко. После этого Коко написал мне очаровательное письмо, в котором он извинялся за свое слабое знание английского языка и выражал надежду, что понемногу овладеть им лучше. Он сообщал мне новости о своих птицах и рисунках, но ни одной просьбы в письме не было. Рискуя обидеть его, я послал ему книги, которые, по моему мнению, должны были сослужить ему добрую службу. И теперь, когда я ропщу на судьбу, когда прихожу в раздражение от того, что не могу позволить себе приобрести новое животное, купить новую книгу или приспособление для своей камеры, я вспоминаю Коко, который в своем маленьком кабинете много работает примитивным инструментом и без денег. Это оказывает на меня благотворное влияние. Когда мы возвращались в Калилегуа, Луна спросил меня, что я думаю о Коко, которого все в деревне считают дурачком, и ответил, что, по-моему, Коко это самый здравомыслящий человек из всех, кого я знаю, и, безусловно, один из самых выдающихся. Я надеюсь, что когда-нибудь мне выпадет честь встретиться с ним вновь. Потом мы остановились ненадолго в другой деревне, где, по сведениям Луны, было какое-то животное. К моей радости, это оказался совершенно взрослый самец пекаря, да смешно вручной и отличная пара для хуаниты. Кстати, его бывший хозяин называл его Хуаном. Мы посадили взволнованно хрюкавшего пекаря в багажник и с триумфом вернулись в Калилегуа. Однако Хуан был такой большой и неуклюжий, что я боялся, как бы он ненароком не причинил вреда маленькой хрупкой Хуаните. Поэтому я посадил их в разные клетки и собирался выдерживать так до тех пор, пока Хуанита не подрастет. Но они тянулись друг к другу на сами через решетки и, по-видимому, нравились друг другу. Так что я надеялся устроить в конце концов счастливый брак. Итак, наконец пришел день, когда мне надо было покидать Калилегуа. Мне нисколько не хотелось уезжать, потому что здесь все были добры ко мне и даже слишком. Джоан и Чарльз, Хельмут и Эдна, человек-соловей Луна, все разрешали мне абсолютно незнакомому человеку вторгаться в их жизнь, нарушать заведенные порядки. Они изливали на меня море доброты и делали все возможное, чтобы помочь мне в работе. Но ведь я был им совершенно чужим человеком, и их доброта ко мне была так велика, что через несколько часов пребывания в Калилегуа я уже чувствовал себя свободно, словно жил здесь долгие годы. Моя предстоящая поездка на первых этапах была несколько сложновата. Мне надо было доставить свою коллекцию по небольшой железнодорожной ветке из Калилегуа в ближайший крупный город, а там перегрузить ее на Буэнос-Айресский поезд. Чарльз, который понимал, как меня беспокоит эта пересадка, настаивал на том, чтобы Луна поехал до места пересадки со мной вместе. Сам он с Хельмутом и Эдной — Джоан еще не поправилась — намерился поехать туда на машине, чтобы встретить нас и устранить с моей дороги все препятствия. Я не хотел причинять им столько беспокойства, но они отвергли мои протесты, и Эдна заявила, что если ей не разрешат проводить меня, то она не даст мне больше ни капли джина. Эта страшная угроза окончательно сломила мое сопротивление. Итак, в день моего отъезда утром к дому Чарльза подъехал трактор с громадным плоским прицепом. Мы погрузили на его клетки с животными и поехали на станцию. Здесь мы сложили клетки на перроне и стали ждать поезда. Когда я посмотрел на рельсы, настроение у меня упало. Их не меняли уже много лет, и они пришли в весьма плачевное состояние. Кое-где под тяжестью поездов рельсы вместе со шпалами ушли так глубоко в землю, что их совсем не было видно. А на палатне дороги повсюду росло столько кустиков и травы, что трудно было различить, где начинается железная дорога и где кончается поле. Я сказал Чарльзу, что если поезд будет идти со скоростью более пяти миль в час, то нас неминуемо ждет самое сенсационное крушение двадцатого века. Это еще ничего, успокоил меня Чарльз. Другие участки куда хуже. Я боялся лететь на том самолете, который доставил меня сюда, сказал я, но это уже чистое самоубийство. Эти рельсы даже нельзя назвать железной дорогой, они извиваются как две пьяные змеи, но до сих пор у нас никаких происшествий не было, сказал Чарльз. Тем мне и пришлось утешиться. Наконец появился поезд. Он оказался таким потрясающим, что все мысли о плохом состоянии пути вылетели у меня из головы. Его деревянные вагоны словно приехали из старого фильма о Диком Западе. Но особенно великолепен был паровоз, ужасно старый, с большущим скотосбрасывателем впереди. Но у кого-то видно не удовлетворила его архаическая внешность, и поэтому паровоз решили немного украсить, придав ему при помощи листов железа обтекаемую форму и разрисовав его широкими оранжевыми, желтыми и алыми полшами. Это был по меньшей мере самый веселый поезд из всех, который я когда-либо видел. У него был такой вид, словно он только что приехал с карнавала. Он мчался к нам с великолепной скоростью, двадцать миль в час, ревя и скрижища тормозами. Паровоз подлетел к станции и гордо выпустил огромное облако черного едкого дыма. Мы с Луной затолкали клетки в багажное отделение, заняли свои места на деревянных лавках соседнего вагона, и поезд, дергаясь и сотрясаясь, тронулся. Шоссе большей частью шло параллельно рельсам, отделенно от них лишь полоской травы и кустов и низкой оградой из колючей проволоки. Поэтому Чарльз, Хельмут и Эдна ехали в машине рядом с нами и осыпали нас оскорблениями и насмешками. Они потрясали кулаками, обвиняя нас Луной в великом множестве грехов. Наши соседи по купе были сначала озадачены, а потом поняв в чем дело, стали заступаться за нас и прилагать на выбор ругательства, чтобы мы кричали им в ответ. Когда Хельмут сказал, что у Луны голос приятный, как у осла, страдающего ларингитом, Луна запустила из окна поезда апельсином, который пролетел в какой-то доле дюйма от головы Хельмута. Вскоре уже весь поезд дурачился вместе с нами. Перед каждой из многочисленных маленьких станций, балбесы в машине обгоняли поезд и вручали мне на платформе огромный букет полевых цветов, а я в ответ произносил из окна вагона длинную и страстную речь на новогреческом языке, совершенно заинтриговывая новых пассажиров. Они определенно думали, что я какой-то государственный деятель, приехавший в их страну с официальным визитом. Наконец мы приехали в город, где предстояло пересадка. До прихода Буэнос-Айресского поезда оставалось еще несколько часов. Мы осторожно сложили коллекцию на перроне, поставили возле нее носильщика, чтобы он не давал зевакам дразнить животных, а сами отправились обедать. Уже в сумерках пыхтя и стуча подъехал к станции в мощном облаке дыма и искр Буэнос-Айресский поезд. Его уже тащил обыкновенный паровоз, ни капельки не похожи на того живописного ветхого дракона, который с таким достоинством доставил нас сюда из Калилегуа. Мы с Хельмутом и Луной осторожно разместили животных в зафрахтованном мною вагоне, который оказался почему-то гораздо меньше, чем я ожидал. Тем временем Чарльз занял мне место в купе и внес мои вещи. Когда все было сделано, и оставалось лишь ждать отхода поезда, я присел на подножку вагона, и мои друзья собрались вокруг меня. Эдна порылась в сумке и вытащила что-то заблестевшее в тусклом свете станционных ламп. Это была бутылка Джина. «Прощальный подарок», сказала она, полтовато улыбаясь. «Я не могу примириться с мыслью, что вы не взяли в дорогу никакой еды». Луна отправился искать стаканы и воду, а я сказал, «Хельмут, у вас жена одна на миллион». «Возможно», мрачно произнес Хельмут, «но она только с вами такая, Джерри. Мне она никогда не дарит на дорогу джин. Она говорит, что я слишком много пью». Стоя на перроне, мы пили за здоровье друг друга. Не успел я допить, как раздался свисток кондуктора, и поезд тронулся. Сжимая в руках стаканы, мои друзья бежали рядом с вагоном и жали мне руку. И я чуть было не выпал из вагона, целуя на прощание Эдну. Поезд набирал скорость, и я смотрел на своих друзей, освещенных тусклыми станционными фонарями. Они стояли, подняв стаканы в прощальном тосте, пока не скрылись глаз. А я уныло побрел свое купе с остатками джина в бутылке. Ехать поездом было не так уж плохо, как я ожидал, хотя, естественно, путешествие на аргентинском поезде с сорока животными в клетках это далеко не загородная прогулка. Больше всего я боялся, что ночью или днем на какой-нибудь станции мой вагон животными отцепят, переведут на запасной путь и забудут прицепить снова. Такое несчастье уже случилось в Южной Америке с одним моим другом, тоже собирателем животных. К тому времени, когда он обнаружил свою потерю и примчался в такси обратно на станцию, почти все животные подохли. Помня об этом, я твердо решил, что и ночью, и днем, где бы мы не остановились, я буду выходить на платформу и следить за сохранностью своего драгоценного груза. Посреди ночи я часто соскакивал в скойки, и мое необычное поведение весьма озадачивало моих попутчиков, трех молодых и приятных футболистов, которые возвращались из Чили. Когда я объяснил им свое поведение, они тотчас пожалели меня за то, что я так мало сплю, и потребовали, чтобы я позволил им вставать ночью по очереди. Вся эта процедура, по-видимому, казалась им совершенно нелепой, но они отнеслись к делу совершенно серьезно и значительно облегчили мою участь. Еще одна трудность заключалась в том, что до своих животных я мог добраться только тогда, когда поезд стоял, потому что багажный вагон не сообщался с поездом. Тут мне помог проводник. Он за 10 минут предупреждал меня о постановках и говорил мне, как долго мы будем стоять. Это давало мне возможность заранее проходить через весь поезд к багажному вагону. Когда поезд останавливался, я тут же выпрыгивал из вагона и спешил к своим зверям. Между мною и моими животными было три вагона третьего класса. На их деревянных скамнях ехало великое множество отпрысков рода человеческого, сопровождение ребятишек, бутылей с вином, тещ, козлов, кур, свиней, корзин с фруктами и прочими необходимыми в путешествии вещами. Когда эта веселая, энергичная, пахнущая чесноком толпа узнала причину моих постоянных странств и в задний вагон, она соединенными усилиями стала мне содействовать. Как только поезд останавливался, люди помогали мне выбираться на платформу, отыскивали ближайший водопроводный кран, посылали детей покупать моим зверям бананы, хлеб, молоко, а потом, когда я заканчивал свои дела, они заботливо уже на ходу втаскивали меня на площадку вагона и деловито спрашивали о здоровье пумы, о том, как птицы переносят жару, и действительно ли у меня есть попугай, который говорит «сын шлюхи». Потом они угощали меня засахаренными фруктами, бутербродами, оказывали своих детей, косы, свиней, пели для меня песни и вообще обращались со мной как к родственникам. Они были так обаятельны, добры и дружелюбны, что когда наконец мы вползли в гулки в вокзал Буэнос-Айреса, я немного пожалел, что путешествие кончилось. Животных погрузили на грузовик и сотни людей крепко пожало мне руку. Все животные превосходно пережили путешествие и вскоре присоединились к остальной части коллекции, разместившейся в громадном складе на территории музея. В тот же вечер я к своему ужасу узнал, что один мой хороший друг, чтобы отпраздновать мое возвращение в Буэнос-Айрес, устраивает прием с коктейлями. Терпеть не могу приемов, но от этого отказаться было никак нельзя. Нельзя было обидеть друга. И мы с Софи, несмотря на усталость, нарядились и поехали. С большинством гостей я не был знаком и не особенно жаждал познакомиться, но все-таки там оказались старые друзья, ради которых стоило приехать. Я тихо разговаривал с другом о деле, интересовавших нас обоих, когда ко мне подошел один отвратительный тип. Он был из тех англичан, которые лучше всего процветают в заморских краях. Этого человека я встречал еще раньше, и он мне сразу не понравился. Теперь он шел ко мне, на нем словно для того, чтобы усугубить мое раздражение, был его старый университетский галстук. Его бесстрастное лицо казалось плохо сделанной посмертной маской, а надменный тягучий голос его как бы имел предназначение доказывать миру, что и без мозгов можно быть хорошо воспитанным. «Я слышал», снисходительно сказал он, «что вы только что приехали из Жужуя». «Да», коротко ответил я, «поездом?» спросил он. Лицо его слегка исказилось от отвращения. «Да». «Ну и как вам ехалось?» спросил он. «Очень хорошо, великолепно», сказал я. «Вам, наверное, пришлось ехать самыми обыкновенными неотесанными мужланами», сочувственно сказал он. Я посмотрел на него, на его глупую физиономию, на пустые глаза и вспомнил своих попутчиков, могучих молодых футболистов, которые помогали мне нести ночные вахты, старика, который читал мне наизусть Мартина Фьера, так самозабвенно, что из самозащиты мне пришлось есть дольку чесноку между тринадцатой и четырнадцатой строфами, милую пожилую женщину, с которой я в тропях столкнулся и которая села от толчка в собственную корзину с яйцами. Я предложил заплатить за ущерб, но она отказалась принять деньги, заявив, что ей давно уже не приходилось так смеяться. Я смотрел на этого пресного представителя моего круга и не мог удержаться, чтобы не сказать ему к сожалению. Да, они были самыми обыкновенными неотесанными мужланами, и вы знаете, почти все они были без галстуков, и никто из них не говорил по-английски. И я отошел, чтобы выпить еще стаканчик. Я чувствовал, что заслужил его. Обычаи страны. Когда вам приходится перевозить большую коллекцию животных из одной части света в другую, вы не можете, как многие очевидно думают, просто погрузить ее на борт первого же попавшегося корабля и отплыть, весело помахав рукой на прощание. Хлопот бывает чуть-чуть побольше. Первым делом надо найти судовую компанию, которая согласилась бы перевезти животных. Большинство служащих этих компаний, услышав слово «животные», бледнеют. И живое воображение рисует им примерно такие картины. капитана потрошит на мостике ягуар, старшего помощника медленно сокрушает своих объятий какая-нибудь гигантская змея, а пассажиров преследуют по всему суду множество различных отвратительных и смертельно опасных зверей. Все служащие судовых компаний почему-то считают, что вы желаете путешествовать на их корабле с единственной целью выпустить из клеток всех животных, которых вы с таким трудом собирали целых полгода. Но даже если преодолеть этот психологический барьер, возникают другие проблемы. Надо получить сведения у старшего стюарда, сколько вам могут отвезти в холодильнике места для вашего мяса, рыбы, яиц, чтобы при этом не заставить страдать от голода пассажиров. Надо поговорить со старшим помощником и ботсу нам куда ставить клетки, как обезопасить их непогоду и сколько судовых брезентов можно взять их во временное пользование. Потом вы наносите официальный визит капитану и обычно за джинном говорите ему почти со слезами на глазах, что притяните так мало беспокойства на борту, что он даже не заметит вашего присутствия. Этому заявлению не верит ни он, ни вы сами. Но самое главное, вам обычно приходится подготовить коллекцию для погрузки дней за 10 до отплытия судна, потому что по ряду причин оно может уйти раньше или, что более досадно, позже, и вам надо всегда находиться на месте, чтобы быть наготове. Если что-нибудь вроде забастовки докеров задержит судно, то вы можете просидеть, постукивая от нетерпения каблуками больше месяца, а аппетит ваших животных будет увеличиваться прямо пропорционально вашим тающим финансам. Конец путешествия это самое бедственное, самое тоскливое, самая утомительная и страшная его часть. Когда люди спрашивают меня об опасностях моих поездок, меня всегда так и подмывает сказать им, что опасности леса бледнеют по сравнению с опасностью сесть на мель в самом дальнем конце света с коллекцией 150 животных, которых надо кормить даже тогда, когда выходят все деньги. Но теперь мы, кажется, преодолели все эти трудности. Судно мы были обеспечены, переговоры с командой завершились удовлетворительно, корм для животных мы заказали, и все, казалось, шло гладко. И в этот самый момент Хуанита решила несколько разнообразить нашу жизнь, заболев воспалением легких. Животные, как я уже говорил, жили теперь в большом неотапливом складском помещении на территории музея, и никого из них это, по-видимому, нисколько не беспокоило, хотя начиналась аргентинская зима и становилось все холоднее. Но Хуанита решила быть оригинальной, не кашлянув ни разу заранее, чтобы предупредить нас. Она сразу сдала. Утром она жадно набила живот бобами, а вечером, когда мы пришли накрывать клетки на ночь, она уже выглядела совершенно больной. Она стояла, прислонившись к стенке клетки, глаза ее были закрыты, и она часто и хрипло дышала. Я быстро открыл дверцу клетки и позвал ее. С громадным усилием она выпрямилась, неверной походкой вышла из клетки пала мне на руки. Это было сделано в лучших традициях кинематографа, но я испугался. Держав я слышал, как что-то хрипит и булькает в маленькой грудке. Тельце свинки было вялым и холодным. Чтобы сберечь нам быстро уменьшающийся запас денег, двое наших буэнос-айровских друзей предложили мне и Софи жить в их квартирах и не тратиться на гостиницу. Софи уютно устроилась в квартире Блонди Хэрриот, а я занимал раскладушку в квартире Дэвида Джонса. В тот момент, когда я обнаружил, что Хуанита больна, Дэвид был со мной. Я завернул свинку в свое пальто и стал лихорадочно думать, как быть дальше. Хуаните необходимо тепло, но огромный жестяной склад мне не обогреть, даже если я разожгу костер величиной с большой лондонский пожар. В квартире Блонди один мой больной попугай уже перецарапал клювом обои. Я чувствовал, что заведу наши дружеские отношения слишком далеко, если попрошу хозяйку приютить в ее красиво оделанной квартире еще и свинью. Дэвид Бегон вернулся от лендровера, неся одеяло, чтобы завернуть свинку. В руке он сжимал бутылку с остатками бренди. «Это ей не вредно?» спросил он, пока я заворачивал Хуаниту в одеяло. «Нет, это великолепно. Слушай, вскипяти, пожалуйста, на спиртовке немного молока и влей в него чайную ложку бренди». Пока Дэвид делал это, Хуанита, почти утонувшая в своем коконе из-за одеяла и пальто, тревожно кашляла. Наконец молоко с бренди было готово, и мне с большим трудом удалось влить Хуаните в горлышко две ложки этой смеси. Свинка была почти без сознания. «Что бы нам еще такое сделать?» сказал Дэвид. Он тоже очень любил маленькую свинку. «Ей нужна огромная инъекция пенициллина, много тепла и свежего воздуха». Я с надеждой взглянул на него. «Возьмем ее домой», ответил он на мою безмолвную просьбу. «Мы не стали терять времени». Лендровер мчался по блестевшим от дождя улицам с такой скоростью, что мы просто чудом добрались до дому целыми и невредимыми. Я поспешил с Хуанитой наверх, а Дэвид помчался к Блонде. Там у Софи в аптечке были пенициллин и шприцы. Я положил уже окончательно потерявшую сознание Хуаниту на диван, открыл все окна, которые можно было открыть, не создавая сквозняков, и в Дэвид вернулся невероятно быстро. Еще быстрее мы прокипятили шприц, и я сделал Хуаните самую большую инъекцию, на какую только осмелился. Это должно было либо убить ее, либо поставить на ноги. Мне никогда не приходилось лечить пенициллином ни одного пекаря, но я знал, что эти животные не всегда хорошо переносят пенициллин. Потом целый час мы сидели и наблюдали за свинкой. В конце концов лучше. Но она по-прежнему была без сознания, и я знал, что поправляться она будет долго. Послушай, сказал Дэвид, когда я прослушивал грудь Хуаниты в 1400 раз. Разве мы ей помогаем так вот, сидя возле нее? Нет, неохотно ответил я. Я не думаю, чтобы в ближайшие 3-4 часа произошли какие-либо изменения, но сейчас ей лучше. Думаю, ей помог Брэнди. Ну, деловито произнес Дэвид. Тогда пойдем и немного поедим у Олли. Не знаю, как ты, а я голоден. У нас уйдет на это не более 40-45 минут. Ладно, неохотно сказал я, пожалуй, ты прав. Убедившись, что Хуаните будет удобно и рефлектор не подожжет одеяло, мы поехали в бар Олли на улицу Мэрио 25. На этой улице выстроились маленькие заведения с такими, например, восхитительными ваньями. Мое желание. Дом грустных красавиц. Ужасы Джо. На такой улице не увидишь респектабельных людей, но я уже давно перестал заботиться о респектабельности. Мы уже посетили большинство этих маленьких, полутемных, прокуренных баров, где за колоссальную цену пили крошечные порции спиртного и наблюдали, как хозяйки занимаются своим древним ремеслом. Но больше всего нам нравился мюзик-бар Олли. И в него мы заходили всегда. Тому было много причин. Во-первых, нас привлекал сам Олли с лицом сморщенным, как скорлупа грецкого ореха, и его милая жена. А во-вторых, Олли не только наливал стаканы по справедливости, но и сам частенько выпивал с нами. В-третьих, у него было светло, и вы хоть могли видеть лица своих собутыльников. В-третьих барах, чтобы разглядеть что-нибудь, пришлось бы превратиться в летучую мышь или сову. В-четвертых, хозяйкам здесь не разрешалось все время приставать к посетителям с просьбой заказать им чего-нибудь выпить. И в-пятых, здесь были музыканты, брат и сестра, которые прелестно играли на гитарах и пели. И, наконец, последнее, и, может быть, самое важное, я видел, как хозяйки, закончив вечернюю работу, целовали на прощание Олли и его жену так нежно, словно это были их родители. Мы вошли в бар, где нас радостно приветствовали Олли и его жена. Мы рассказали, почему у нас такое плохое настроение, и весь бар выразил нам свое соболезнование. Олли выпил с нами по большой порции водки, а хозяйки собрались вокруг и стали говорить, что Хуанита непременно поправится и что вообще все будет хорошо. Мы ели горячие сосиски и бутерброды и пили водку, но ни это, ни даже веселое карнавалитос, который музыканты пели специально для нас, не могли поднять моего настроения. Я был уверен, что Хуанита умрет, а это существо было очень дорого мне. Потом мы попрощались и вышли. «Заходите завтра и скажите, как Бихо себя чувствует?» крикнул нам вслед Олли. «Си, си!» словно греческий хор пропели хозяйки «Приходите завтра и скажите, как себя чувствует бедняжка!» Я был уже уверен, что к моему возвращению Хуанита умрет, и мне пришлось буквально заставить себя подойти и заглянуть под кучу одеял на диване. Я осторожно поднял угол одеяла. На меня с обожанием уставились два блестящих черных глаза. Шевеля розовым курносым пятачком больная слабо едва слышно похрюкивала. «Боже мой, ей лучше!» неуверенно сказал Дэвид. «Немного», осторожно подтвердил я, «она еще в опасности, но мне кажется, уже можно надеяться на выздоровление». Словно в подтверждение моих слов свинка хрюкнула еще раз. Боясь, что Хуанита скинет себя ночью одеяло и снова простудится, я взял ее к себе на диван. Она уютно пристроилась на моей груди и крепко заснула. Дыхание ее было по-прежнему хриплым, но ужасное бульканье в груди, которое я слышал сначала при каждом ее вдохе, наконец исчезло. Утром я проснулся от того, что мне в глаза уткнулся холодный шершавый пятачок. Не успев открыть глаза, я услышал веселое хриплое хрюканье. Я вытащил свинку из-под одеяла и увидел, что она совершенно переменилась. Глаза блестели, дышала она по-прежнему немного хрипло, но более ровно, а самое главное, она, пошатываясь, сама держалась на ногах. Температура уже была нормальная. С этого времени здоровье Хуаниты пошло на поправку. Ела она как лошадь и с каждым часом ей становилось все лучше. Но чем лучше она себя чувствовала, тем хуже она вела себя как пациент. Как только она смогла ходить, не падая через каждые два шага, она стала вырываться и бегать по всей комнате весь день. А когда я накинул на нее небольшое одеяло вроде плаща и закрепил его булавкой на горле, возмущению не было границ. Но особенно мучительно с ней было по ночам. Она считала, что, взяв ее к себе в постель, я проявил чудо сообразительности, с чем, как мне нелестно, я никак не мог согласиться. Мы с ней, очевидно, имели различные представления о том, для чего ложаться спать. Я ложился, чтобы спать, а Хуанита думала, что наступает самое подходящее время для того, чтобы начинать шумную возьмем. У детенышей пекари клыки и копытца очень острые, а носы твердые, шершавые и влажные. И когда эти три вида оружия обращаются против человека, пытающегося мирно уснуть, то это по меньшей мере мучительно. То она танцевала своеобразное поросячье танго, терзаемый живот и грудь острыми копытцами, а то просто крутила без конца хвостом. Временами она переставала танцевать и срывала мне в глаз свой мокрый нос, а потом смотрела, как я на это реагирую. Иногда она бывала одержима мыслью, что где-то на мне спрятано редкое лакомство, может быть, даже трюфели. Тогда она пускала в ход нос, клыки и копыта и, не найдя ничего, пронзительно и раздраженно хрюкала. Часа в три ночи она погружалась в глубокий спокойный сон. В пять тридцать она уже скакала галопом по моему телу, чтобы обеспечить мне на весь следующий день отличное настроение. Это продолжалось четыре ночи к ряду. Наконец мне показалось, что здоровью свинки ничего не грозит, и я стал запирать ее на ночь в ящик, несмотря на ее энергичный протест и пронзительные крики. Я поставил Хуаниту на ноги как раз вовремя. Только она поправилась, как мы получили известие, что судно готова выйти в море. Таким образом, все сложилось как нельзя более удачно. Хуанита отправлялась дорогу здоровой, и слава Богу, потому что больная, она не выдержала бы такого путешествия. В назначенный день два грузовика со снаряжением и клетками прибыли на пристань. Следом за ними подкатил лендровер, и началась долгая и утомительная процедура погрузки клеток на корабль и расстановки их в трюме. Это всегда требует много нервов, потому что большие сети с клетками высоко парят над палубой, и ты всякий раз трясешься, что трос вот-вот лопнет, и твои милые звери упадут в море или разобьются о бетонный пирс. Но к вечеру последнюю клетку благополучно подняли на борт, последний предмет снаряжения исчез в трюме, и мы вздохнули свободно. Проводить нас пришли все друзья. В глазах многих я читал плохо скрываемое облегчение, но отчердиться на них было невозможно. Так или иначе, я всех их сделал мучениками. Мы опустошали бутылки, которые я предусмотрительно велел принести в свою каюту. Все было на борту, все было благополучно, и теперь оставалось только выпечь на прощание, потому что через час судно отчаливало. В тот самый момент, когда я по пятому разу наполнял стаканы, в дверях каюты шелестя пачкой бумаг, появился человек в форме таможенника. Не предчувствуя никакой опасности, я посмотрел на него влюбленно. «Сеньор Даррелл?» вежливо спросил он. «Сеньор Гарсия?» спросил я в свою очередь. «Си!» сказал он, вспыхнув от удовольствия. Ему очень понравилось, что я знаю его имя. «Я сеньор Гарсио из Андуаны». Мария первая учуяла опасность. «Что-нибудь не так?» спросила она. «Си! Си!» «Сеньор Рита!» «Документы сеньора в порядке, но они не подписаны в диспанчанте». «Что это еще за диспанчанте?» спросил я. «Какой человек?» обеспокоенно сказала Мария и повернулась к маленькому таможеннику. «А это важно, сеньор!» «И, сеньор Рита!» серьезно сказал он. «Без подписи диспанчанте мы не можем разрешить вывезти животных. Они будут сгружены». Я чувствовал себя так, словно мне целиком удалили желудок. У нас оставалось всего три четверти часа. «А диспанчанте здесь?» спросила Мария. «Сеньор это уже поздно и все ушли домой», сказал сеньор Гарсье. «Это была ситуация, в которой человек сразу стареет лет на двадцать. Я представил себе реакцию служащих судовой компании, если бы я сейчас пришел к ним и сказал, что вместо веселого отплытия в Англию через час придется задержать судно часов на пять, чтобы выгрузить моих животных, и что еще хуже, все мое снаряжение и лендровер, которые уже упрятаны глубоко в трюме, я совершенно сник, но мои друзья, несчастные создания, уже привыкшие к переделкам подобного рода, тут же развили бурную деятельность. Мерседес, Жозефина, Рафаэль и Дэвид отправились спорить с дежурным по таможне, а еще один наш друг, Вилли Андерсон, который был знаком с Деспанчанте, захватив с собой Марию, поехал к нему домой. Тот жил на окраине Буэнос-Айреса, и чтобы вовремя поспеть обратно, Андерсон с Мари ехали с бешеной скоростью. Счастливая прощальная вечеринка взорвалась как бомба. Нам с Софи оставалось только ждать и надеяться. Я мысленно репетировал разговор с капитаном. Мне ведь надо будет так изложить ему эту новость, чтобы он меня изувечил не очень серьезно. Вскоре в уныние вернулся отряд, который отправился уговаривать дежурного по таможне. Бесполезно, сказал Дэвид. Он уперся как бык. Нет подписи, нет отправления. До отплытия оставалось двадцать минут. И тут я услышал виск тормозов машины. Мы высыпали на палубу. Навстречу нам по трапу поднимались Мария и Вилли. Они победно улыбались и размахивали документами, которые были красиво подписаны, должны быть самым прекрасным, самым благородным диспанчанте на свете. У нас осталось еще десять минут, чтобы выпить. Я навел даже сеньору Гарсия. Потом в каюту просунул голову Стюарт и сказал, что мы отплываем. Мы вышли на палубу, попрощались, и мои друзья гуськом сошли по трапу на причал. Швартовы были отданы, пространство между судном и пирсом стало медленно расширяться, и в темной воде мы увидели дрожащее отражение фонарей. Потом судно набрало скорость, наши друзья исчезли с виду, и позади осталось только многоцветное море огней Буэнос-Айреса. Когда мы оторвались наконец от поручня и пошли по каютам, я вспомнил слова Дарвина, написанные век тому назад. Вот что он сказал о путешествующем натуралисте. Он узнает, как много есть поистине добросердечных людей, с которыми у него никогда раньше не было никаких отношений, да и не будет впредь, но которые готовы оказать ему самую бескорыстную помощь. Экстренное сообщение Для тех, кому это интересно, я сообщаю, что стало теперь с животными, которых мы привезли. Тапир Клавдий, которого я когда-то мог взять на руки, рискуя надорваться, теперь уже ростом с пони и с нетерпением ждет, когда же мы ему наконец найдем невесту. Куати, Матиас и Марта счастливы в семейной жизни, и у них уже дважды были детеныши. Сейчас, когда я пишу эти строчки, Марта снова в интересном положении. Пекари Хуан и Хуанита тоже дважды произвели на свет поросязм и собирается сделать это в третий раз. Пума, Луна, Ацелот и кошка Жофруа живут припеваючи, толстея с каждым днем. Попугай Бланка по-прежнему говорит сын шлюхи, но теперь уже не так громко. Все остальные птицы, звери и пресмыкающиеся чувствуют себя хорошо и есть признаки, что многие из них будут размножаться. Мне остается сказать одно. Я надеюсь, что читатели перестанут писать мне письма и спрашивать о судьбе животных. Мой зоопарк частное предприятие, но он открыт для посетителей все дни года, кроме Рождества. Так что приходите и смотрите на них. субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...